Продолжение следует... 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 По отношению к этому сегменту образовательных учреждений, оценить насколько эта политика и те или иные комплексы мер оказались результативными, при этом очень важным является оценка, какие из результатов удается достичь относительно легко, а какие результаты реализуются со скрипом. Достаточно сложно достигается их решение. И последний пункт связан с ответом на вопрос, какие успешные в рамках вашего региона практики работы с такими школами удается выстроить. Почему это важно? Потому что кроме комплексов мер, которые предпринимаются на региональном уровне, кроме оценки их результативности, нам еще важно, чтобы в нашей межрегиональной коммуникации были обозначены образовательные учреждения, с которыми успешные опыты работы в таких непростых условиях мы можем связать. И это будут те своеобразные маяки к опыту работы, к которым мы сможем обращаться, обмениваться, уточнять, их как-то совершенствовать. Вот такие три основных вопроса мы будем в ходе этого вебинара обсуждать. Я как ведущий буду стараться ассистировать докладчикам. Может быть, если они могут уходить в какие-то детализации на мой вкус, я буду стараться уточнять эту вещь. Поэтому заранее перед выступающими прошу прощения, если, может быть, какие-то из моих суждений и замечаний окажутся избыточно резкими. Ну вот, собственно, по началу нашей совместной работы это все, что я хотел сказать. Дальше я хотел передать слово, да, Маш, все-таки Елене Ивановне? Я-то думал, Анастасия. Кто? Анастасия, да. С Анастасией Александровной от Кемеровской области, вот председателю регионального методического объединения и руководителей, методисту соответствующего учреждения повышения квалификации, я вот хотел и передать слово. Как мы можем это сделать? Да, мы просим у нас ведущего сейчас попроситься в эфир. Да, Кемеровская область, пожалуйста, попроситесь у нас в эфир. Технически, да? Да, технически. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать на этом мероприятии. И хотела бы поделиться тем опытом, который есть в нашей армии. Здравствуйте. Анастасия Александровна, попробуйте что-нибудь сказать. Две тесты. Отлично, Анастасия Александровна, мы вас слышим. Пожалуйста, передаем вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В рамках реализации в Кемеровской области мероприятия 2.2 на ФЦПРО на 2016 и 20-е годы в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и подготовки работников образования состоялся проектировочный семинар по обучению стратегических команд общепризывательных организаций области. В течение трех дней с 29 по 31 марта 2017 года 31 команда из 11 муниципалитетов под руководством модераторов проводили анализ проблем управления ресурсами о сильных и слабых сторон общепризывательной организации, а также возможностей и угроз, исходящих из ее ближайшего окружения. Поскольку сложный контингент учащихся и деприлированное внешнее окружение влекут за собой и недостаток образовательных ресурсов. В составе команд наряду с директором и его заместителями работали и инициативные педагоги. Коллеги обсуждали и осмысливали возможное направление повышения эффективности работы школы в неблагоприятных социальных условиях, выделяя общие для всех потребности в дополнительных ресурсах. И прежде всего это в кадровых ресурсах, а также в материально-технических. В качестве модераторов выступили сотрудники Критко-ПРО, руководящие работники школ, демонстрирующих стабильно высокие образовательные результаты, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, но при этом эффективно развивающихся, а также представители регионального профессионального методического объединения руководителей общеобразовательных организаций Кемеровской области и представители муниципальных методических служб. В ходе работы семинара участники получили возможность актуализировать свои знания в области стратегического менеджмента и повысить свою профессиональную компетентность в вопросах проектной деятельности. Итогом работы проектировочного семинара стала презентация участниками разработанных проектов программ повышения качества образования в общеобразовательных организациях. Коллеги, я выступала в качестве одного из модераторов этого семинара, и могу отметить, что команды, стратегические команды школ по результатам проведенного анализа определили потребность именно в развитии сетевого профессионального взаимодействия. То есть отметили недостаток материальных и кадровых ресурсов и отметили именно необходимость в развитии сетевого профессионального взаимодействия. Для примера, представители Топкинского муниципального района, это было четыре школы, в которых я работала, отразили в своих проектах различные аспекты профессионального взаимодействия. То есть они включили в мероприятия в рамках реализации будущих своих проектов повышения качества образования, потребность в очных и онлайн-консультациях, в создании виртуальных методических кабинетов школ, в проведении определенных совместных мероприятий, то есть различных мастер-классов, круглых столов и так далее. И поэтому после проектировочного семинара инициатива о заключении договоров о партнерстве по этим направлениям шла именно от представителей, представителей стратегических команд, то есть именно руководителей этих школ. Но поскольку удовлетворить запросы, потребность в профессиональном взаимодействии, только усиление вот этих вот школ между собой не представлялось возможным, поскольку хоть школы работают в сложных социальных условиях, то есть в сложных, но показывают разные абсолютно результаты, то было предложено взять в качестве ключевой основной школы, школу, которая также работает в сложных социальных условиях, но показывает стабильно высокие результаты. Кроме того, представитель этой школы оказался членом регионального профессионального методического объединения руководителей общеобразовательных организаций кемеровской области. Мы считаем, что решение задач профессионального сетевого взаимодействия требует как определенного информационного пространства, так и, собственно, некоторые организации, собственно, групп людей, которые это взаимодействие будут осуществлять. И РПМО как раз представляет собой одну из форм объединения единомышленников на региональном уровне, целью деятельности которого и является обеспечение участия профессионального сообщества в управлении процессами развития региональной системы образования, координации сетевого взаимодействия между городскими районами, методическими объединениями и советами директоров, муниципальными методическими службами и общеобразовательными организациями. То есть, другими словами, РПМО, то есть региональное профессиональное методическое объединение, это группа, созданная с целью совместного решения сложных профессиональных задач, но при этом не только, конечно же, вопросов управления школами в сложных социальных условиях. Состав регионального профессионального методического объединения у нас обновляется ежегодно, но профессиональные интересы школ, работающих в сложных социальных условиях, Выражают руководители, представители из таких организаций. То есть в составе РПМО, например, в этом году 28 человек и два представителя как раз работают в школах в сложных социальных условиях. И представители РПМО, неважно в какой школе они работают, привлекаются в обязательном порядке к различным мероприятиям областным, которые проводятся в том числе и для руководителей школы, работающих в сложных социальных условиях и с низкими образовательными результатами. Но несмотря на некоторую сложность координации деятельности членов РПМО, так как высокая занятость, например, не позволяет присутствовать абсолютно на всех мероприятиях, но РПМО может быть не только эффективным инструментом для представления и распространения положительного опыта, но и с ветром решения профессионального управления и с возможностью повышения профессионализма руководителей общеобразовательных организаций. Нам также важно выделить те основы, с помощью которых можно оценить качество сетевого профессионального взаимодействия. И чтобы измерить и оценить его качество, учесть возможные ошибки, недочеты, мы предлагаем использовать доработанные нами критерии Михаила Михайловича Чучкевича. У меня здесь немножко презентация не совпадения, то есть перепутались критерии, параметры. Но хотелось бы акцентировать момент на следующем, то есть внимание участников на следующем, что все перечисленные категории достаточно легко количественно измерить. Число активных участников легко измерить. Разнообразие видов деятельности можно тоже, проанализировав, например, графики плана совместных мероприятий. Процент выполнения запланированных мероприятий тоже можно. Продолжительность взаимодействия также количественно можно выразить. Вот, возможно, затруднение выглядит объединяющей акции, поскольку, в принципе, качество, как мы считаем, сетевого профессионального взаимодействия будет зависеть от того, все-таки, насколько заинтересованы в этом взаимодействии и первая сторона, и вторая сторона, и школа в сложных социальных условиях с высокими результатами, которая выступает как, можно сказать, помощник в некоторых вопросах, так и вторая школа. То есть в чем, как стороны разделяют и понимают общую объединяющую цель своей совместной деятельности. Если сторона заинтересована в совместной деятельности, то проблем в каких-то заключении договоров и в проведении каких-то мероприятий возникнуть не должно, ну абсолютно. И как раз вот это вот разъяснение и понимание цели является одной из наших задач на настоящий момент для нас. Участие в сетевом и профессиональном взаимодействии предстообразно отслеживать с помощью анкетирования участников взаимодействия. На основе анализа работы также и анкетирования с помощью различных опросов можно будет проводить корректирующие какие-то мероприятия и, может быть, предлагать некоторые новые направления, формы сетевого и профессионального взаимодействия для руководителей школ. Достаточно много проблем имеют школы, работающие в сложных социальных условиях, но непосредственно деятельность в рамках сетевого и профессионального взаимодействия может осуществляться как в дистанционной форме, в случае привлечения школ удаленных территориально, и здесь нам предоставляют возможности система Moodle, различные сетевые сервисы, так и традиционные формы, семинары, круглые столы, традиционные консультации. Дополнительно для консолидации управленческого опыта в рамках дистанционного взаимодействия, могут использоваться и блоги, и персональные сайты руководителей, но пока это не так широко, конечно, у нас распространено, как у педагогов, например. В целом, внешняя среда может быть охарактеризована как неконкурентная у большинства образовательных организаций. Для многих организаций характерна неразвитая образовательная инфраструктура, для большей доли школ проблемой является низкая результативность социальных связей и межведомство взаимодействия по решению социальных проблем. И все это требует дополнительной проработки направлений взаимодействия. И, как я сказала в начале своего выступления, что необходимо создать им определенное информационное пространство для того, чтобы сетевое взаимодействие было комфортным для участников. Я отмечу, что в Кемеровской области достаточно много информационных ресурсов, на которых руководители школ в сложных социальных условиях и педагоги в том числе могут получить ответы на свои профессиональные вопросы. Здесь сделано лишь несколько скриншотов, нескольких сайтов, которыми пользуются наши руководители. Например, в рамках форума федеральной стажировочной площадки «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения» и «Школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». Создано такие разделы, как методические материалы по изменению в нормативно-правовой базе, методические материалы по вопросам применения заразберегающих технологий, методические материалы для руководителей и для педагогов. Также у нас работает онлайн-консультация. Кроме того, по результатам всех областных мероприятий, с изрочной площадки вся информация размещается на сайте поддержки реализации ФСПРО по нашему мероприятию 2.2. Кроме того, создан и действует депозитарий электронных образовательных ресурсов. Конечно же, в этом депозитарии свои ресурсы могут размещать и пользоваться не только руководители школ сложных и социальных условий, но и вообще всех образовательных организаций. Кроме того, на сайте Крепкофрон создана страница регионального профессионального методического объединения, где мы размещаем информацию, то есть список членов РПМО на текущий год, информацию для связи, планы работы, информацию о проведенных мероприятиях. Я бы хотела завершить свое выступление тем, что результаты работы организации могут быть связаны не только с профессионализмом каждого работника, то есть мы говорили о том, что школы определяют как проблему, это кадровый голод, кадровый ресурс, профессионализм работников, но и с тем, как организовано взаимодействие между ними внутри организации. Но мы бы не хотели закрываться на уровне организаций своих, но и налаживать взаимодействие и с другими организациями муниципалитета, и не только на муниципальном уровне, но и на региональном уровне устанавливать контакты профессионально, искать ответы на свои вопросы, в том числе и на таком уровне, как мы с вами встретились сегодня. Я готова ответить на ваши вопросы, если вопросы есть. Каким образом, с использованием каких инструментов измеряется множественность лидеров и многоуровневых? Спасибо большое. Действительно, вопрос очень ценный. И этот критерий, так же, как и цель, нуждается в дополнительной, конечно, проработке. И пока для меня это сложный вопрос. Но я думаю, что это, возможно, скорее всего, будет анкета, где мы стараемся включить вопросы, которые бы позволили определить количество лидеров и многоуровневой взаимодействия. Спасибо. Спасибо, Александровна. Я хотел предложить, мне кажется, полезную интерпретацию. Вот в своей презентации вы отмечаете, как одну из важных видов работ и дефицитов, точнее говоря, с которым вы работаете. Это дефицит педагогических кадров. На мой взгляд, вы здесь говорите скорее про... А? Что сделать? Еще раз выйти? А, ну ладно. Анастасия Александровна, вы не уходите из эфира, откликнитесь на замечание, насколько оно вам симпатично, совпадает, не совпадает с вашим видением. Я какую вещь хотел предложить? Мне кажется, что вот в тех разделах, где у вас в презентации обозначена работа с дефицитом педагогических кадров, на мой взгляд, вы скорее говорите о дефиците соответствующих педагогических квалификаций, над ликвидацией которых, по сути дела, и выстроена работа. Потому что, ну, из презентации видно, что дефицит этих кадров, ну вот в людях, вы не восполняете. Вы работаете действительно над тем, чтобы внутри коллективов школ, работающих в сложных условиях, так, появились люди, владеющие компетенциями, так, позволяющими эффективно справиться с теми непростыми проблемами и задачами, которые встают в ходе работы школ. Вот, мне кажется, вот эта коррекция, да, позволяет, ну, вот более точно, что называется, обозначить суть вашей работы. Потому что, ну, если буквально понимать слова, то складывается впечатление, что вы действительно дефицит кадров возмещаете привлечением новых педагогов, что, на мой взгляд, ну, явно не то, что вы делаете. Да, я с вами абсолютно согласна. Это мой первый выход в такой вот формат на таком уровне. Поэтому мне очень ценно ваши рекомендации. И мы постараемся... И предложение. Я думаю, что у вас очень симпатичная такая вот конструкция выстроена. Я в конце, может быть, скажу ряд вот суждений, которые, мне кажется, могут быть полезны всем нам, работающим в этом режиме. Спасибо большое. Я думаю, что передать... Да? Я хотел бы передать слово Елене Ивановне, да, начальнику отдела информационно-аналитической работы Новосибирского института мониторинга и развития образования. Прошу, Елена Ивановна. Добрый день. Добрый день, уважаемые участники вебинара или доброе утро у кого. Новосибирская область участвует в реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО с 2016 года. Но впервые группу школ с низкими образовательными результатами мы выделили в 2015 году. И вот уже ровно 2 года, как в регионе, осуществляется поддержка или сопровождение этой группы школ. Буквально весной 2017 года здесь же в Красноярске я рассказывала о опыте сопровождения школ в Новосибирской области, поэтому повторяться не буду. И сегодня мне хотелось бы остановиться вот на таком направлении, как мониторинг реализации программ поддержки школ с низкими образовательными результатами, работающими в сложных социальных условиях. Ну, я напомню вам, что мониторинг позволяет нам ответить на такие вопросы, как идут дела, отследить различия между тем, что запланировано, и с тем, как идут текущие дела. На основе этих данных сформировать какие-то управленческие решения, которые направлены на изменение ситуации, или нужно удостовериться, что действительно работа ведется правильно. Очень важно помнить, что мониторинг – это непрерывный процесс, который проводится от начала до конца, ну, там проекты или программы, и важно его проводить тогда, когда уже есть что-то есть и с чем можно сравнить. Мне хотелось бы остановиться, или вернее начать рассказать о нашей работе с мониторинга реализации региональной дорожной карты. Это внутренний мониторинг, который первый этап прошел у нас в октябре 2016 года. Региональная дорожная карта – это управленческий инструмент, в котором кроме цели, задачи, плана мероприятий, были также обозначены и механизмы достижения этой цели. Когда мы посмотрели, что из этого плана мероприятий осуществилось, то результаты были, можно сказать, нерадостные. То есть менее 30% запланированных мероприятий были проведены, в основном это были на тот момент диагностические мероприятия. Более, около 36% мероприятий либо находились в процессе исполнения, либо реализовывались формально. И к остальным на тот момент в регионе еще не приступали. Но мы понимали, что никто не может дать объективной гарантии того, что события пойдут в соответствии с тем, что запланировано в плане. И поэтому на тот момент было важно проанализировать, какие механизмы сработали, что не получилось, что предстоит изменить или доработать. Под механизмом понимаем последовательность действий процесса для решения проблемных вопросов. В дорожной карте были выделены организационные, экономические, кадровые, информационные механизмы всего 7. Анализ показал, что за первый год реализации проекта в регионе использовались в основном организационные и кадровые механизмы. Было зафиксировано, что на тот период не произошло взаимодействия всех заинтересованных структур и подведомственных Миноборнауки Новосибирской области учреждений. Не все руководители учреждений осознали, что это общий проект, который может быть реализован только совместными усилиями. В целом мониторинг показал, что все необходимые механизмы взаимодействия и поддержки этой группы школы в регионе разработаны правильно. Необходима только четкая последовательность реализации, но с учетом особенностей и проблем, характерных для конкретных территорий и школ. Результаты мониторинга были представлены на расширенном совещании Министерства образования с заместителями глав муниципальных образований, с руководителями муниципальных органов управления образованием и директорами школ. Весной в региональную дорожную карту были внесены коррективы, поэтому следующий этап мониторинга запланирован на весну 2017 года. Следующий мониторинг реализации муниципальных дорожных карт, он уже у нас ежегодный. Мы первый проводили ровно год назад, и сейчас как раз второй цикл прошел у нас, результаты уже обработаны, только еще нигде не представлялись. В 2016 году мониторинг проводился по 10 формализованным показателям, которые рассматривались как равнозначные и констатировали наличие действия. Оценивалось нормативное обеспечение реализации муниципальных дорожных карт финансовое, развитие кадрового потенциала и стимулирование представителей школ к участию в различных проектах и распространению опыта. Мониторинг не затрагивал качественных показателей, он скорее подталкивал муниципалитеты к действиям. В 2017 году показатели немного изменились, но, например, нормативное обеспечение программ поддержки уже было разработано во всех муниципалитетах, поэтому этот показатель убрали, а добавили информационную открытость результатов реализации муниципальных дорожных карт. Каждый из показателей оценивался в баллах, причем проверялось и подтверждение информации. В 2017 году положение изменилось в лучшую сторону, но все равно еще есть над чем работать. Анализ исполнения дорожных карт муниципальных показал, что наилучшие результаты муниципалитеты показывают в организации деятельности по повышению квалификации педагогов, консультированию и методическому сопровождению, обмену практиками, конкурсной активности. То есть во всех тех направлениях, которые традиционно используются образовательные учреждения в обеспечении текущей деятельности. Гораздо худшие результаты демонстрируются в направлениях, которые были актуализированы в рамках реализации настоящей программы поддержки. А именно это целевые стимулирующие выплаты учителям, адресные программы по поддержке конкретных школ, направленные на преодоление индивидуальных проблем этих школ и привлечение дополнительного проектного финансирования. Результаты первого этапа мониторинга 2016 года также были представлены на том совещании, о котором я уже говорила. В 2017 году большинство муниципалитетов внесли корректировки в свои муниципальные дорожные карты. И результаты мониторинга, который только что закончился, можно отметить положительные сдвиги в работе муниципалитетов по поддержке школ. Вот некоторые назову. Например, муниципалитеты стали уделять больше внимания организации сопровождения работы школ с семьей. Дальше. По обеспечению дополнительного целевого финансирования программ развития школ из этой выделенной группы. Если в прошлом году только два муниципалитета указывали о таком, то уже по итогам 2017 года 6. Например, в одном районе были выделены дополнительные финансирования на организацию службы «Мобильный учитель», в другом – на подвоз учащихся в базовую школу на отдельные предметы – математику, физику, информатику. В одном районе были выделены деньги на поддержку учащихся, достигших высокие результаты спортивной, духовно-ценностности и другой деятельности. Дальше. Привлекаются и другие источники финансирования. Например, помощь из депутатского фонда отмечена. Результаты мониторинга будут представлены в рамках интерактивного министерства. Такой проект у нас реализуется. И я перейду к следующему. Мониторинг проекта в школу. Тоже вот буквально сейчас подведены первые итоги этого первого этапа. В этом мониторинге участвовали как раз те школы, которые были отобраны в 2015 году. Их тогда было 109 школ, то есть они уже проработали два года. И вот мы решили посмотреть, что уже у школ получается, а что нет. Потому что успешная реализация проектов школ должна способствовать не только улучшению образовательных результатов, обучающихся и повышению профессионального потенциала педагогического коллектива, но и ослаблению действий каких-то негативных факторов, которые влияют на неэффективную работу учреждения. Всего две школы получили максимальные баллы по результатам мониторинга. Каждая десятая школа получила низкие результаты. То есть если максимум был 24, то менее 12, мы считаем, что это низкие. А остальные средние. Вот на слайде представлено, мы их сгруппировали, школы. Большинство школ все-таки более от 13 до 24 баллов получили. Стимулирующие выплаты, повышение квалификации, обмен опытом, сетевое взаимодействие. Ряд этих показателей создает устойчивый каркас деятельности школ по повышению качества своей работы. Однако все они относятся к улучшению деятельности школ, которые попали при типологизации, которую мы проводили, в группу риска по слабым кадрам. При этом другие группы школ, например, у которых сложная социальная среда или неэффективное управление, даже достигая результатов по этим показателям, не добиваются необходимого качества изменений. А требует усилений по показателям проведения углубленной диагностики, реализация работы с влечением местного сообщества, обеспечение функционирования внутрь системы оценки качества образования и обеспечение информационной открытости деятельности школы. Результаты этого мониторинга также будут вместе с результатом мониторинга муниципальных программ поддержки, представленные на совещании в рамках интерактивного министерства. Мне еще хотелось бы сказать немножко о интересной корреляции, которая получилась, когда мы попытались сравнить результаты мониторингов проектов школ и муниципальных программ поддержки. Интересная корреляция наблюдается по показателям информационной открытости и вовлечения сообщества. Информационная открытость имеет более высокие показатели в деятельности школ, чем в оценке деятельности муниципалитетов. Это может говорить о том, что границы информационной среды понимаются не одинаково при оценке учреждений и органов управления. Чем шире границы и многообразнее группы влияния, тем строже начисление баллов. При этом в показателях работы с сообществом оценка школ напротив ниже, чем оценка муниципалитетов. Это может говорить о том, что с точки зрения влияния на ситуацию в школе и снижения социальных явлений, результаты работы оцениваются гораздо строже, чем в целом по району. Но тем не менее, эти показатели также включаются в состав каркаса устойчивости, что говорит о том, что деятельность по проекту в целом и в школах, и в муниципалитетах находится в стадии укрепления. В целом, анализ показателей позволяет говорить о необходимой устойчивости как программы в целом, так и проектов отдельных школ и муниципалитетов. Но что может обеспечить инерционный сценарий развития программы? А вот мобилизационный сценарий, способный вывести школы из ситуации отставания и обеспечить условия, препятствующие повторению снижения качества образования, требует мер. Во-первых, это мер, обеспечивающих дополнительное финансирование мероприятий, развитие качества образования и социокультурной среды за счет межведомственных программ. И второе, за счет мер, стимулирующих развитие частного государственного партнерства в сфере социальной инфраструктуры поселений, поскольку именно эти меры позволяют ликвидировать дефицит необходимых ресурсов развития. Но это задача очень сложная, пока в регионе она у нас не решена, но хочу сказать, что об этом уже начали говорить. И мы это будем обсуждать в рамках дискуссии школы-социальный институт от декларации к действиям на нашем тоже межрегиональном семинаре 23 ноября. Еще немножко затрону такой момент, как организация профилактических каких-то мероприятий или мониторингов. Мониторинг результатов участия школ в оценочных процедурах в текущем учебном году. Этот мониторинг проводится по всем оценочным процедурам, в которых школы участвовали. Наблюдается положительная динамика. Мы оцениваем школы отдельно по группам, там вечерние, основные, средние. И по результатам проведенного мониторинга, вот из тех 109 школ, которые были в 2005 году, вот на следующий год осталось 89. И вот те два мониторинга, которые тоже очень важны, но к которым мы не приступали, это мониторинг результатов участия в оценочных процедурах школ, улучшивших результатов, но для того, чтобы предупредить ухудшение результатов. И такой опережающий мониторинг, чтобы отслеживать образовательные результаты детей, уже начиная, допустим, с пятого класса, можно еще раньше, чтобы не дожидаться уже итогов, государственной итоговой аттестации. Но я еще раз повторяю, что эти мониторинги мы еще не проводили, но в принципе планируем. Ну и в заключение я всех приглашаю на нас семинар, который состоится 23 октября. Он называется «Формирование социально-профессиональных условий для достижения нового качества образования в школах с низкими образовательными результатами и функционирующих в сложных социальных условиях». Но программу семинара мы в субъекты разошлем на следующей неделе. Спасибо за внимание. Вопросы? Кликните на вопросы. Так, куда еще? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вопросы? А, вот, господи, не вижу. Ага. На основе чего составляла дорожная карта первого вопроса? Региональная дорожная карта? Ну, которая вы говорите. Ну, разная, то есть региональная. Так, кто проводит мониторинг, как и кем используются результаты этого мониторинга? Так, мониторинг реализации дорожных карт, региональных, муниципальных и проектов школ проводит Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Они разрабатывают формы, ну, то есть инструментарий, проводят сбор, обрабатывают и представляют потом материалы Министерства образования. Раз. Дальше, если что касается муниципалитетов, то по муниципальным картам, по проектам школ, все результаты будут представлены в муниципальные органы управления образованием. А составляли муниципальные карты? Составляли муниципальные карты, естественно, муниципалитеты, но сначала была проведена учеба. И вот на основании тех рекомендаций, которые были предложены специалистами, которые проводили это обучение, все муниципалитеты разработали муниципальные дорожные карты. Но у нас их 30 муниципалитетов, в которых были выделены эти школы. Может, идите мне тоже небольшие комментарии с вопросом? Я хотел задать, ну, как бы вопрос или суждение, Иринана, а вы к нему отнеситесь, насколько это суждение, ну, соответствует вот вашему видению ситуации. Правильно ли я понял, что фактически вы сфокусировались на том, чтобы перестроить управленческую деятельность за счет введения вот этого мониторинга и изменить ситуацию вот в школах, в которых педагогический коллектив, ну, обладает, скажем так, недостаточно высоким уровнем квалификации. И это та основная целевая группа, так, относительно которой предложенный способ мониторинга, по идее, и должен дать достаточно быструю отдачу и быстрый результат. При этом вторая целевая группа, как вы отметили, то есть школы, которые обладают неплохим средним педагогическим коллективом, но которые работают в достаточно сложных социально-экономических условиях, это особая группа, для которой фактически нужно выстраивать какие-то иные способы работы, искать варианты каких-то межведомственных программ. И в этом смысле это та тема следующих шагов. А первый шаг, он скорее больше фокусируется именно вот на этой группе. Да, вы правильно поняли, мы также понимаем эти действия. Но проведение мониторинга – это, во-первых, какой-то толчок для дальнейшего развития, для дальнейшего действия. Потому что, когда мы провели первый мониторинг, во-первых, сами школы не могли понять вообще, почему они попали в эту группу. Они так обижались, говорили, что это вообще непонятно, как вы нас отобрали, и что вы все сделали неправильно. Хотя, я хочу сказать, что участвуя в этом проекте уже в течение двух лет, школы тоже по-другому стали относиться. Они даже говорят «Спасибо, что мы попали в этот проект». А вот когда мы работали с муниципалитетами и по профилактическим мероприятиям вот в рамках муниципалитетов, даже один муниципалитет сказал, что почему вы наших учителей не включаете вот тоже в эту работу, которую вы проводите с этой группой школ. Так, вот что вы имели в виду под развитием частного партнерства, как показатели повышения эффективности работы школ? Ну, частное партнерство, это мы имели в виду, когда школа находится, ну вот, например, у нас есть такая школа в Маршанском муниципалитете, да, в Маршанском, вернее, селе одного муниципального образования. Там очень такое сильное хозяйство частное по обработке там молока. И вот выстраивание вот между, как бы, ну, хозяевами, да, так бы я сказала, то есть они школе очень помогают, поэтому вот я как раз имела именно вот это, вот развитие частного партнерства. Клад местный. Клад местный, да. Потому что без этого, ну, школа в деревне или еще где-то, она не сможет развиваться сама. Ну, что, спасибо, Елена Ивановна. Я думаю, что сейчас вот организационно-технический вопрос. Маша, давайте. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, сейчас снова напоминание технического характера по поводу регистрации. Нам очень приятно, что вы представляетесь на вкладочке общий чат, но та ссылочка на форму регистрации, которую мы постоянно дублируем в общем чате, в ней необходимо вам зарегистрироваться. Давайте я еще раз прямо чисто технически сделаю это напоминание. Вы проходите по ссылке, попадаете вот на эту форму, межрегиональный вебинар, да, смотрим все поля для заполнения обязательно, вводите фамилию, имя, отчество, все данные, внимательно все проверяете, особенно электронный адрес, потому что на этот адрес будет приходить сертификат, и пишите кнопочку «Отправить». Если, допустим, вас представляет организацию 10 человек, то вы пишите «Отправить», заполняете форму снова уже другим участникам, пишите «Отправить повторно» и, соответственно, повторяете процедуру эту несколько раз. То есть мы, чтобы понимали, да, и вы нас тоже, что на вкладке «Общий чат», когда вы просто представляетесь, вы просто с нами здороваетесь, приветствуете всех участников. Именно в форме вы проходите форму регистрации для того, чтобы получить потом сертификат. Спасибо, коллеги. Передаю слово Андрею Викторовичу, он представит следующего докладчика. Перед тем, как представить, небольшое суждение или вопрос относительно вопроса Мадимы Джоубер-Мезовой. Вот Елена Ивановна, когда обсуждала ситуацию создания сетевых пар из школы с низкими результатами или работающими в сложных условиях, со школой, которая имеет позитивный опыт, она говорила, что подбор этих пар осуществлялся на основе сборки разного рода статистики, разного рода материалов. То есть это не один какой-то отдельный показатель, а это достаточно многоаспектная оценка. Я думаю, если будет интерес, то, конечно, нужно будет к Елене Ивановне обращаться, она более подробно эта вещь может осветить. Но для меня, как для ведущего, здесь важен какой момент? Что оценка производится не по одному показателю, а оценка делается по набору показателей, которая позволяет оценить, насколько та или иная школа может быть содержательным партнером для школы, работающей в сложных социально-экономических условиях или имеющих достаточно низкие образовательные результаты. Переходя к следующему выступающему, я бы хотел попросить и прошу, чтобы Антонина Николаевна Хлопченкова, старший научный сотрудник кафедры теории и методики воспитания Владимирского института развития и образования имени Новиковой, присоединилась, подключилась, и я передаю ей слово. Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Владимирский институт развития и образования имени Людмила Ивановна Ивановна Ивановна. Мы, соответственно, в проекте поддержки школ с низкими результатами обучения и школы, функционирующих на благоприятных социальных условиях только этот год. Поэтому говорите о каких-то серьезных таких наработках, которые бы еще не были аналитический такой характер, как выступала об этом Елена Ивановна. Антонина Николаевна, плохо слышно. Вы, видимо, сильно близко к микрофону говорите или... Попробуйте еще раз. К сожалению, звук... Спасибо. ...плывет. Ага. Сейчас слышно. Нормально? Сейчас можно? Нормально? Сейчас... Уважаемые коллеги, добрый день. Ага. Вот так. Уважаемые коллеги, еще раз приветствую вас от лица Владимирского института развития образования. Я хочу сказать, что мы в проекте по поддержке школ с низкими результатами врачей и врачей и врачей. ...вы отходите и становится очень плохой звук. Он прямо слишком сильно фонит, плохо слышно становится. Попробуйте еще раз. Так. Ну что ж, еще раз добрый день, коллеги. Хочу сказать, что в этом проекте мы первый год, и поэтому как таковых аналитических материалов мы пока еще достойных, можно так сказать, представить, наверное, на ваш суд не можем. Но, в едином случае, мы подчеркиваем, что одной только материал-киферской поддержкой школы, которые оказались победителями в рамках регионального проекта, конечно, недостаточно. Как звук? Вот, в принципе, первая часть нормальная, потом вы, видимо, приближаетесь к микрофону и начинает фонить. Чуть-чуть. Ага. Вот попробуйте так. Ага. Давайте еще разочек попробуем тогда. Да, вот так вот. Не нужно приближать к микрофону сильно. Ага, вот так вот. Попробуйте так, ага. Ага. Еще раз тогда, уважаемые коллеги, извините, технические причины, учимся одновременно. В любом случае, я еще раз подчеркну, что в Владимирской области у нас пока имеет небольшой опыт участия в этом проекте. И в любом случае, одно и только материальной поддержки таких школ явно недостаточно. И в том, что вы видите, сопровождение, это, конечно, цель комплекса. Размер оправленных мероприятий, которые необходимо обеспечить для того, чтобы вывести эти школы в режим эффективного функционирования. Вот так. Что по этому поводу, на что мы обращаем внимание? Говоря про сопровождение, конечно же, в любом случае, это главная задача сделать акцент именно на тех сильных сторонах, которые все-таки есть у этих школ, потому что это не безнадежные школы, как мы относимся к ним. И, конечно же, тьютер, который оказывается в ситуации сопровождения, конечно, должен иметь некую такую исследовательскую позицию, поскольку предлагает не только, вынужден предложить не только какие-то готовые рецепты, а действительно провести вместе с педколлективом, несмотря на то, что они уже разработали свои программы выхода из кризиса, но все-таки провести такую некую исследовательскую работу по приводу школ в эффективный режим работы. Поэтому вот такую формулу мы определили, что усиление сильных сторон плюс компенсирование слабых сторон с тем, чтобы оптимизировать вариант внутренней среды школы. И, конечно же, по сопровождению, по тьютерскому сопровождению это является одним из мероприятий нашего регионального проекта, но, собственно, я так думаю, что и в других регионах это мероприятие тоже идет как одно из основных наряду с другими мероприятиями. Что нужно сказать про программу тьютерского сопровождения? Как таковую модель мы разработали на уровне нашего института, и надо сказать, что тьютерами как раз выступают преподаватели и другие сотрудники нашего института развития образования. Поэтому совместно мы разработали некую модель программы тьютерского сопровождения. И на основании того, что является ключевым, какое направление определили и предмет тьютерства, и, соответственно, направление. Поэтому, если говорить про предмет тьютерского сопровождения, то это как раз исследовательская деятельность. Наверное, подсказывает, что это, прежде всего, определиться с адресной категорией учащихся группы риска, прежде всего, определить необходимы их особые образовательные потребности через все процедуры мониторинга индивидуальных достижений учащихся. Кроме этого, как мы считаем, очень важно проанализировать и условия организации образовательной деятельности. И вот здесь, может быть, как раз и скрыты те резервы, которые помогут в дальнейшем и вывести данную образовательную организацию на новый уровень. Поскольку это направление, может быть, даже иногда недооценивается. И оптимизация режима занятий, доступности образовательной среды не нужно, конечно, эти моменты скрывать или не изучать достаточно детально. Я говорю об этом потому, что, как правило, все занимаются изучением уровня профессиональной компетенции и педагогических кадров, и у дефицитов, и уровня профессиональной компетенции руководителей образовательных организаций. Но вот я еще раз подчеркну, как мне кажется, лично в организации образовательной деятельности в данных школах как раз могут быть скрыты как раз те резервы, которые позволят выйти им в режим эффективного функционирования. Просто нужно это все внимательно посмотреть, изучить. И перевести, согласно с Еленой Ивановной, которая рассказывала об интересном опыте мониторинга в своей Новосибирской области, вот в режим мониторинга. Кроме того, программа тиндорского сопровождения, конечно же, имеет какой-то индивидуальный отпечаток, поскольку, несмотря на то, что мы объединили эти школы в одну группу со сложными социальными условиями или с низкими результатами, они, конечно, имеют свой персональный набор вот этих условий. Поэтому программа тиндорского сопровождения все-таки отличается друг от друга именно по набору тех шагов, тех плановых мероприятий, рецептов вывода из создавшегося ситуации. В любом случае, каждая такая программа ориентируется на три основные направления. Это практическая работа с педагогическими руководящими кадрами школы по повышению их профессиональной компетенции. Конечно, это оптимизация содержания образования, как я уже сказала, организации образовательной деятельности. И немаловажную роль играет, конечно, оптимизация системы управления. И вот в этом плане, наверное, стоит подчеркнуть, что сама деятельность по сопровождению таких школ носит комплексный характер. И личность тьютера, конечно, должна быть достаточно компетентна сама по себе, поскольку она одновременно выходит на все эти вопросы. И как-то нужно это объединить вместе и найти общие оптимальные решения. Юридической стороной оформления тьютерского сопровождения, конечно, является согласование программы тьютерского сопровождения с директором школы, поскольку это обоюдный процесс, как мы сказали. И заключение соглашения, партнерство между школой, переходящей в эффективный режим, и эффективной школой. Само соглашение такое у нас на уровне института также разработано как модель и единая с учетом... Каждая, соответственно, такая пара школ уже заключалась с учетом своих особенностей. Надо подчеркнуть также, что мы не случайно второе соглашение включили как раз в программу тьютерского сопровождения, поскольку без ставки на опыт эффективной школы, наверное, тоже трудно говорить о тьютерском сопровождении, поскольку это реальный опыт, который можно изучать, можно применять, можно вместе решать общие проблемы, какие вырисовываются у соответствующих школ. И практика показывает, что более эффективно, на наш взгляд, если вот эта так называемая эффективная школа находится не в том же самом муниципалитете, а в другом муниципалитете. Ну, во-первых, а почему тогда раньше нельзя было воспользоваться опытом более эффективной школы? А с другой стороны, оказавшиеся в другом или найденные в другом муниципальном образовании, это дополнительный источник изучения подходов к управлению качеством образования, в том числе на муниципальном уровне. Что для мониторинга тоже интересно сравнить эти практики. Почему у одних при одинаковых практических условиях результат получается более высокий, нежели у других. В качестве примера могу просто поделиться личным опытом сопровождения одной из школ, оказавшейся в ситуации со сложными социально-экономическими условиями и с низкими результатами. Небольшая школа, малокомплектная школа одного муниципального района нашей области, Судогодского района, это Улыбышевская общеобразовательная школа. Вот эти цифры, которые на слайде как раз подтверждают то, что школа малокомплектная, всего 38 человек, поэтому данная школа по поставлению нашего губернатора Владимирской области находится в реестре малокомплектных школ, что, собственно, говорит о механизме финансирования данной школы. Всего лишь два класса комплекта на уровне начального общего образования и, соответственно, на уровне основного общего образования по два класса комплекта. И, соответственно, как мы считаем, что главным таким фактором, фактором, который способствовал отнесению данной школы к группе, школ с низкими результатами обучения и оказавшимся в сложной социальной ситуации, это как раз территориальная изолированность, поскольку до ближайшей общей образовательной школы в муниципальной сети Судогодского района более 20 километров. Кроме того, школа оказалась изолированной еще и в плане инфраструктуры сложности транспортного обеспечения, то есть если подвозить детей, то это сопряжено рядом трудностей. Но, как вот на слайде вы видите, а школа, собственно, имеет здание для солидной средней школы. И, на самом деле, так и произошло. Буквально за 10 последних лет школа очень быстро перешла сначала из статуса средней в основную общеобразовательную школу, а затем и в малокомплектную. Что же этому способствовало? Вот, уважаемые коллеги, может быть, аналогичная ситуация есть, конечно, и в регионах. Это так называемые школы, которые в такой приграничной зоне, наверное, оказываются. В свое время при закрытии детского сада в том населенном пункте, где находится эта школа, Улыбышевская и основная общеобразовательная школа, родители вынуждены были искать, куда можно определить детей, в какие дошкольные образовательные учреждения, а поблизости оказался город Радушный, всего лишь в 5 километрах. Продолжение другого муниципального образования и другая сеть соответственно муниципальных, общеобразовательных организаций и в целом образовательных организаций. Поэтому ситуация осложняется для данной школы именно тем, что на самом деле на территории, закрепленной за данной школой, детей проживает в два раза больше, нежели обучается в самой школе. Половина детей как раз самостоятельным, своим ходом, с помощью родителей, сначала начиная с детского сада, а затем переходит в общебразовательные школы города Радужный. Вот в чем здесь проблема. И поэтому решать ее, конечно, приходится и административными методами, то есть с участием тех мероприятий, которые в рамках дорожной карты разрабатывает и муниципальное управление образования. А сама школа столкнулась с теми проблемами, которые говорят о неподготовленности детей к обучению в школе, об отсутствии опыта обучения детей с особыми образовательными потребностями. Слева того, что опыт педагогического коллектива был сформирован в рамках полнокомплектной крупной сельской школы, а как оказалось, теперь нужно это делать в рамках классов комплектов, что, в общем-то, привело и к тому, что школа не справлялась с теми задачами по социализации, самоопределению, самореализации учащихся. И в силу того, что то население, которое, те родители, которые отправляют детей в школу, как правило, это дети, которые и потеряли интерес, это родители, которые потеряли и какую-то жизненную перспективу, и поэтому поддержка школы, мотивация и сотрудничество таких родителей гораздо ниже, нежели у тех родителей, у тех семей, которые организовали самостоятельный подвоз детей в те же другие нашкольно-образовательные организации и в общеобразовательные организации города Радужный. Поэтому проблемы здесь, конечно, социальные, и решать ее нужно в комплексе. Что мы, собственно, в рамках тьютерства предложили, и на чем остановились вот такая идея, основная идея, в любом случае для данной школы, это, конечно, связано с оптимизацией организации образовательной деятельности в условиях малокомплектной школы и серьезно рассмотреть вопросы обучения в разновозрастных группах. Да, действительно, это не одна школа у нас в регионе, но ведь не все малокомплектные школы, или точнее, не всегда фактор малокомплектности является причиной снижения качества образования. У нас есть примеры других школ, таких же малокомплектных, но заявивших себя достаточно эффективно. Поэтому вот такая связь, такая пара, взаимодействие между этими школами очень полезно. То есть альтернативой является успешная школа, в данном случае Ковровского, другого муниципального района с другими результатами, с высокими результатами. Ну и, соответственно, оформлено это соглашение как соглашение двустороннее, подписанное школами, естественно, должно реализовываться. Реализовываться через практические действия, в данном случае через мастер-классы на базе эффективной школы с аналогичным названием, как особенности реализации образовательной программы в малочисленной школе, с подведением итогов, как это было на конец учебного прошлого года, 16-17-го, на педагогическом совете, какие способы повышения качества образования в условиях малокомплектной школы, с определением тех точек риска. И если мы говорим, что же изменилось, все-таки какие первые шаги были осуществлены уже на начало этого учебного года, 17-18-го, то, по крайней мере, по решению проблемы подготовки дошкольников в рамках программы дополнительного образования открыта, в кавычках, это понятно, школа будущего первоклассника, то есть реализации программы дополнительной общеразвивающей для будущих первоклассников. Кроме того, была определена методическая работа со всем педагогическим коллективом по индивидуализации образовательной деятельности в условиях разновозрастного обучения, именно индивидуализации как адресная помощь, как оказание конкретной методической технологической помощи по работе с детьми, требующими такой индивидуализации. Конечно, это корректировка рабочих программ по учебных предметам, то, что связано с организацией образовательной деятельности. И я услышала в предыдущем выступлении, что в рамках оказания такого административного посыла по решению данной проблемы, то есть заключения различных межведомственных программ, да, действительно так. Я согласна с этим абсолютно, поскольку в условиях объединенного образовательного пространства единственным выходом, наверное, и должно стать расширение пространства за счет социокультурного пространства. И в данном случае эта школа тоже увидела через разработку системы духовно-нравственного воспитания учащихся на основе интеграции урочной и неурочной деятельности и дополнительного образования. И в том числе продумали вместе с тьютором программу комплекса мер по сотрудничеству с семьей на следующий учебный год. Ну и надо сказать, что та техника, которая пришла в школу, она тоже должна заработать, и поэтому новые формы были определены, как, например, мастерская педагогического опыта по освоению новой техники, которая поможет педагогам в организации образовательной деятельности. Еще проблема малокомплектной школы заключается в том, что слишком маленькие педагогические коллективы, как правило, директор без помощников остается. Поэтому хочется отметить энтузиазм и педагогического коллектива, и той творческой группы, которую возглавляет просто учитель-энтузиаст, который даже не энтузиаст, а болеющий о проблеме этой маленькой школы, которая включила проблемную эту творческую группу в реализацию разработанной программы перехода в режим эффективного развития. И сегодня они готовы даже представить материалы на участие в межрегиональном конкурсе систем духовно-нравственного воспитания, Вифлеемская звезда со своей системой духовно-нравственного воспитания. Поэтому я думаю, что при всех трудностях, которые имеются у таких школ, в данном случае у малокомплектных школ, им не только нужно, им просто необходимо помогать, но помогать с учетом специфики, конечно, данных образовательных организаций. Ну и в свою очередь хочется сказать, что небольшие те итоги, те результаты мы также подвели на своем семинаре, которые провели в сентябре, 13 сентября, и в том числе поднимали вопросы о результатах тютерского сопровождения. И в этом плане хочется сказать, что, конечно, школы по-разному относятся к тютерскому сопровождению. Одни очень активны, как вот пример у Лобышевской школы. Некоторые более так прохладно, более равнодушно. Но мне хочется еще обратить внимание, что вот исходя из той сложности проблемы тютерского сопровождения тютеров тоже надо готовить. И такие вот, наверное, семинары именно для тютеров под команду, под всю образовательную организацию. Такой опыт тоже, наверное, был бы полезен. Спасибо за внимание. Антонина Николаевна, ну вот несколько суждений отнеситесь к ним, пожалуйста. Можно ли так сказать, что в фокусе ваших усилий оказались малокомплектные школы, при этом вы сосредоточили внимание на продвижении, например, двух типов технологий. То есть первый тип технологии связан с тем, чтобы в условиях малокомплектной школы существенно повысить потенциал возможностей будущих школьников за счет хорошей, качественной программы дошкольного образования. Это одно направление усилий. И второе направление усилий это сделать ставку на передачу технологии работы в разновозрастных группах, как той технологии, которая позволит в условиях малокомплектной школы перейти учителям, педагогическому коллективу на более адресную работу с образовательными потребностями школьников и через это достичь сдвига в результатах. При этом очень существенным является сам формат работы. Фактически вы говорите о том, что школе предлагается тьютерское сопровождение и это означает то, что школа и педагогический коллектив соглашаются на такую форму взаимодействия. И здесь вы фактически отмечаете, что для части школ этот формат вызывает некоторое напряжение и в ту или иную форму сопротивления. Я сейчас говорю безоценочно, как некоторое резюме, как обозначающее специфику того опыта, который вы сегодня представляли. Ну да. Согласны ли вы с такого рода констатацией? Я с вами согласна, да. Нет, нет, я с вами согласна и уточняю. У нас в нашей группе, конечно, школы совершенно разные. Есть и городские, и крупные, и сельские, и маленькие. Я просто привела пример лично своего тьютерства. Возможно, придется нам пересмотреть, поскольку у нас было 10 таких школ и 10 разных тьютеров, и каждый в этой всей своей специфике мог, наверное, оказать большее влияние с позиций своего опыта. Возможно, в дальнейшем это тьютерство, может быть, по группам как-то организовывать, чтобы подчеркнуть как раз эту специфику. Вы действительно верно подчеркнули, что здесь два основных момента. Это и подготовка дошкольников, и, соответственно, разновозрастное обучение в классах, комплектах. Я хотел еще предложить в качестве такого проблемного вопроса на будущее, потому что мне кажется, что вы про это достаточно, ну, скажем, ясно сказали, но, может быть, не акцентируя внимание. Дело в том, что получается, что выстраивая партнерство с эффективными школами, да, за границами нашего обсуждения остается вопрос, какие типы эффективности и эффективных школ возможны, да, и, соответственно, этому, какие из типов эффективных школ допускают перенос опыта их эффективной работы в формате тьютерства, а какие нет. Ну, это вот как проблемный вопрос, который может быть на будущее обсуждение. В завершении я хотел предложить. Спасибо большое, Антонина Николаевна. Я хотел предоставить слово Ольге Станиславовне, методисту школы инноваций и экспертизы Карельского института развития и образования регионального координатора. Прошу вас, подключайтесь. Сдох телефон. Зараза. Забыл выключить. Ну, ладно. Подключайтесь. Ага. Значит, еще раз, да, то есть я обращаюсь к Карелии, да, Карелии. Ольга Станиславовна, Середкина Ольга Станиславовна, прошу вас, подключайтесь, включайтесь. Как? Где там техники? Ага, ага. Есть же ВС, техники? Ну, ну, ну. Попробуйте войти в общий, как? В эфир, в эфир. Давайте попробуйте войти. Пока вы будете входить, вот был вопрос Андрея подобного относительно того, кого называют тьютором. Я думаю, что это уточнение прозвучало в ходе выступлений Антонида Николаевны, да, то есть это как человек, который способен к переносу позитивного опыта эффективной школы в школу, которая находится в сложном положении. Вот это функциональное определение, оно, по сути дела, и было. Вот, Ольга Станиславовна, прошу вас. Слышно ли нас? Здравствуйте, слышно ли нас? Уважаемые коллеги, добрый день. Республика Карелия на связи, и мы готовы сегодня поделиться тем своим опытом, достаточно уже богатым опытом, участия в проекте по поддержке школ, сложных контекста и по поддержке и сопровождению тех школ, которые показывают устойчиво низкие результаты. Республика Карелия достаточно давно является участником этого проекта, и впервые в 2009 году две школы города Петрозаводска стали участниками реализации этого направления на уровне Российской Федерации. И вот на сегодняшний день мы уже, обладая достаточно серьезным опытом работы, хотим сегодня немного рассказать о том, как мы работаем, с чем мы работаем, и рассказать о том, как мы проводили конкурс программ перехода в эффективный режим работы в рамках Федеральной целевой программы развития образования поручения 2.2. В 2014 году Министерство образования Республики Карелия и Карельский институт развития образования выдвинули идею о разработке проекта по внедрению региональной стратегии помощи школам, работающей в особых социальных контекстах и показывающих низкие образовательные результаты. И были определены стратегические цели, которые выразились следующим. Первое и самое важное – это сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами и обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от места жительства, социально-экономического статуса семьи. В рамках разработки этого проекта основной целью стало повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, работающих в сложных социальных контекстах и показывающих низкие образовательные результаты именно через реализацию программ перехода этих школ в эффективный режим работы, включая повышение качества преподавания, управления, условия организации образовательного процесса. Были выдвинуты задачи проекта по разработке региональной программы поддержки школ, работающих в сложных контекстах, в особых условиях и в школах, показывающих низкие образовательные результаты. Одной из задач стало формирование инфраструктуры поддержки школ в разработке и реализации программ перехода в эффективный режим работы. Также задача достаточно важная была выдвинута по внедрению в практику управления образовательных учреждений и профессиональным развитиям педагогов методов управления результатами, в том числе индивидуальных планов развития педагогов, внедрение самодиагностики, самооценки образовательных учреждений, разработка инструмента для оценки результативности реализации образовательных учреждений программ улучшений, разработка и реализация программ повышения квалификации руководителей образовательных организаций, которые работают в сложных контекстах. Также разработка и реализация программ повышения квалификации, направленных на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами и создание и развитие различных форм профессионального взаимодействия как на уровне региона, так и на уровне муниципалитетов системе образования через создание профессиональных сообществ директоров, педагогов, сетей школ, территориальных и предметных объединений и также межпредметных объединений. И одна из задач это стимулирование и поддержка участия школ, работающих в особо социальном контексте в конкурсах и проектах регионального и муниципального уровня. Ну вот и в рамках реализации на уровне Карельского института развития и образования этого проекта институт инициировал заявку на присвоение статуса региональной инновационной площадки и в январе 2015 года стал таковой. Пилотными были несколько образовательных организаций, это школы столичные школы города Петрозаводска и школы республики Карелия. Таких школ было 18. На сегодняшний день из тех школ, которые изначально стали участниками проекта, ряд школ уже достаточно показывает высокие результаты и перешла в эффективный режим работы, и из проекта не вышла, но является консультантом для других школ, а также в процессе присоединяются школы, кто на сегодняшний день чувствует необходимость для того, чтобы какие-то изменения в классе, в школе происходили, для того, чтобы переходить в эффективный режим работы. В Корейском институте развития и образования в рамках реализации этого направления создана достаточно мощная организационная структура, осуществляющая функции методического экспертно-консультационного сопровождения программ перевода в эффективный режим работы школ, работающих в сложных социальных контекстах, разрабатываются и реализуются меры по созданию и обеспечению деятельности школьных, межшкольных и межрегиональных обучающихся профессиональных сообществ, в которых педагоги обмениваются своим профессиональным опытом. Разрабатываются модульные программы повышения квалификации, направленные на повышение компетентности педагогов в области сопровождения оценки индивидуального прогресса обучающихся. В муниципальных образованиях Республики Карелия разрабатываются программы поддержки школ, работающих в особых условиях. В муниципальных органах управления на сегодняшний день определены муниципальные координаторы по работе с данными учреждениями. Итогом реализации данного проекта стало выявление необходимых условий и возможных механизмов перехода школы в более эффективный режим работы, как за счет реорганизации внутри отдельно взятой школы, так и с опорой на сетевое взаимодействие в ходе разработки и реализации программ улучшения результатов. Ну и в рамках всей этой деятельности и в соответствии с планом, графиком, дорожной карты реализации проекта по мероприятию 2.2 Федеральной целевой программы развития образования на 16-20 годы Республики Карелия в период с апреля по июнь 2017 года проводился региональный конкурс школ с низкими результатами обучения. И школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на лучшую программу повышения качества образования. Организаторами конкурса выступили Министерство образования Республики Карелия, Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия, Республики Карелия, Государственное автономное учреждение дополнительного производства развития образования. В рамках подготовки этого конкурса были разработаны положения конкурса, была создана рабочая группа. В рамках этой деятельности вырос проект по конкурсному сопровождению разработки программ перехода в эффективный режим работы с дальнейшим представлением этих программ на конкурс. Основной целью конкурса стало оказание поддержки образовательным организациям в части организации выполнения работ по сопровождению и разработке этих программ. Были определены порядок и сроки проведения регионального конкурса и были поставлены задачи. Это безусловно поддержка школ с низкими результатами обучения и школ функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, создание условий для реализации программ перехода в эффективный режим работы. И, конечно же, формирование в региональной системе образования успешных практик повышения качества образования и перехода школ в эффективный режим работы. Участниками конкурса вообще принимать участие мы предложили всем школам, которые работают уже многие годы в проекте. Но на момент подачи документов были все-таки в рамках мониторинга определены ряд школ, кому мы предложили особое участие в этих школах для того, чтобы, безусловно, обеспечить поддержку и сопровождение. То есть это наши общеобразовательные организации, которые являются участниками реализации мероприятия 2.2. В конкурсе принимали участие 10 организаций. Ордкомитет осуществлял, безусловно, общее руководство и подготовку в рамках проведения конкурса. Решались организационные материально-технические вопросы, формировались экспертные комиссии конкурса, формировались критерии конкурсного отбора, осуществлялся прием материалов и, конечно же, очень сложно было подводить итоги конкурса, потому что представленные 10 программ были очень достойными. Экспертная комиссия проводила предварительную и итоговую экспертизу программ, осуществляла экспертное ранжирование программ и в дальнейшем определяла победителей этого конкурса. Он проходил в 3 этапа. Был этап организационный, экспертный и заключительный. И, как я сказала, конкурс проводился с июля, ой, с апреля по июнь 2017 года. В рамках всех конкурсных мероприятий на сайте института публиковались информационные письма, публиковались необходимые методические материалы по сопровождению этого конкурсного мероприятия. Были разработаны методические рекомендации для школ в рамках этого проекта и в рамках конкурсных мероприятий по переходу школ в эффективный режим работы. Были проведены установочные семинары для участников конкурса. Были проведены консультации персональные для образовательных организаций. Ну и также консультирование участников по процедуре проведения конкурса. Ну и, конечно же, были определены победители. Но прежде чем сказать о победителях, хотелось бы немного, наверное, сказать о формозаявке, которая была представлена в России образовательной организации. И те критерии, на которые обращали внимание эксперты при подведении итогов при экспертном оценивании программ. Это основание для разработки программ, соотношение действий мероприятий программы с данными самоанализа образовательной организации, конкретность цели, задач и содержания программы. Должен быть представлен план действий по реализации программы не менее чем на три года. Должна была прослеживаться системность и результативность плана действий представленной программы и, безусловно, ресурсное обеспечение программы. Ну и в рамках заключительного третьего этапа состоялось заседание экспертной комиссии, на котором были представлены результаты работы экспертов, были подведены итоги конкурса. Победителями были признаны четыре образовательные организации Республики Карелия, набравшие наибольшее количество баллов за два экспертных тура. И по решению экспертной комиссии были распределены места. Первое место завоевала достойно в такой профессиональной борьбе школа номер два города Петрозаводска, директор Светлана Федоровна Макаренко. Второе место завоевала также муниципальная образовательная организация Петрозаводского городского округа, это средняя школа номер 36, руководитель Елена Юрьевна Вальниц. И третье место у нас поделили две школы. Это школа Катказирская Алонинского муниципального района и специальная коррекционная образовательная школа-интернат номер 23, государственное учреждение. Ну и в рамках конкурсной процедуры и в соответствии с приказом ректора от 16 июня по результатам конкурса были перечислены образовательным организациям денежные средства за победу в этих мероприятиях. Конечно же, вся эта работа достаточно проводилась серьезно, достаточно серьезный был отбор и внимание как всем материалам, представленным в рамках конкурса. По мнению эксперта, были представлены достойные программы перехода в эффективный режим работы. И, конечно же, мы надеемся, что те школы, которые сегодня стали победителями, транслируя свой опыт вновь к присоединившимся школам проекта, будут достойно представлять все пути и возможности эффективного перехода в более деятельный и эффективный режим работы на уровне своих образовательных организаций. Спасибо большое. Вот единственные коллеги интересуются, масштаб и объем поддержки, который был получен школами-победителями. Ну, во-первых, в рамках всей процедуры конкурсных мероприятий это были консультации, это были вебинары, это были семинары, это было консультирование управленческих команд, это были различные формы и виды взаимодействия по разработке программ. Ну, а вы имеете в виду финансовую составляющую? Ну, фактически вы сказали, что поддержка имела не финансовую составляющую, и вопрос, была ли какая-то финансовая составляющая или нет? Финансовая составляющая, конечно, была, но особое внимание мы все-таки уделяли методическому сопровождению, именно с точки зрения тех моментов, которые необходимы каждой образовательной организации, понимая их положение дел внутри каждой образовательной организации, зная их проблемы в рамках предварительно проведения мониторингов, зная их те точки, которые западают, и прогнозируя точки роста в процессе разработки этих программ, конечно, мы оценку ставили на методическую поддержку и сопровождение, на разработку методических рекомендаций для каждой образовательной организации, с точки зрения проблем, возникающих внутри организации. Ну, и, конечно, материальное поощрение, конечно, было, но оно не настолько велико, чтобы... Но, тем не менее, это приятная поддержка, чтобы продолжать свою деятельность, быть партнерами в этом проекте, ну, и в дальнейшем, и со своим опытом, вот, говорили коллеги ранее о взаимодействии парном, да, школа более успешная и школа менее успешная. У нас тоже такой опыт имеется, и вот в рамках этой программы, вот все четыре школы, которые сегодня получили поддержку, они заключают договоры с другими организациями и осуществляют взаимодействие, решают свои проблемы. Ну, вот чисто общее замечание, Ольга Станиславовна, я, видимо, сильно громко говорю. Мне кажется, что у вас действительно большой опыт в работе с этим сегментом школ, но, мне кажется, достаточно сложный момент в презентации, я здесь скажу за себя, не знаю, как у других коллег, более точное выделение, что является в фокусе вот вашей презентации. Почему я про это сказал? Потому что, мне кажется, что если обращаться вот к первому слайду и к последнему, то здесь большая сложность в том, что на финальных слайдах вы обозначаете, что школы соревновались, по сути дела, ну, в конкурсной такой процедуре по программам повышения качества образования, а в начальном слайде, ну, формулировка, она немножко такая дезориентирующая, что если буквально ее понимать, то получается, чтобы как бы школы соревновались как будущие площадки переноса опыта, ну, как-то так. Вот этот момент, он немножко так сбивает, да, вот относительно фокусировки, на которой вы делаете. И вот второго рода замечания, мне кажется, что симпатичная идея, связанная с конкурсом программ повышения квалификации, повышения качества образования, должна иметь логичное продолжение в том, что школы, ну, вот в таком программе максимум оформляют симпатичную такую или достаточно хорошо скомпонованную программу оценки качества образования, как некоторый такой стабильный, стандартный инструмент, обеспечивающий устойчивое качество работы на длительном промежутке времени. Может быть, вот если развивать ту идею, которую вы говорили, то, может быть, следующим шагом в такого рода конкурсах, может быть, вы это и делали, был бы вот конкурс по созданию вот таких систем оценки качества образования в таких школах, как такой стабильный, как инструмент гарантирующий стабильность и устойчивость образовательных результатов. Ну, как идея, может быть, как предложение, если она вам симпатична. Да, спасибо большое. На самом деле, идея достойная, и мы об этом говорим сегодня. И, конечно, не в форме конкурсных мероприятий, а в различных других формах. Это и с точки зрения практикоориентированных семинаров, и других методических форм взаимоотношений между образовательными и организациями. Но в точке зрения конкурсного тоже учтем. Спасибо большое. Ага. Спасибо большое. Ольга Станиславовна. Я хотел передать слово Ольге Вячеславовне Сазонтовой, заведующей кафедрой управления образовательными системами Липецкой области. Да? Реально? Если, Ольга Вячеславовна, вы на линии, то прошу вас, так сказать, входите в этот общий чат. Да? Образ... Как? В эфир. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Спросите, как вам по звуку все нормально? Можно выключить. Они сильно не открыты. Коллеги, скажите, пожалуйста, все хорошо слышно? Презентация не открывается. А, вот. Иди сюда. Как мы двигаем? Даже слышен и другой сопровождающий голос, не только ваш. Все, спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги. Позвольте вам представить опыт Липецкой области по методической поддержке школ с низкими образовательными результатами и школ, находящейся в сложных социальных условиях. В регионе данный проект начинал реализоваться с 2016 года в рамках небольшого регионального проекта. Сейчас этот проект расширен до включения в данную программу 24% школы региона, это 66 образовательных организаций. И он, естественно, будет продолжен в следующем году. И в первую очередь анализ функционирования образовательной системы области очень четко определил целый комплекс проблем перевода школы в режим эффективного функционирования. И это связано не только с низким качеством образования, но в первую очередь это и невозможность у школы разработать программу эффективного своего развития, программу образовательную. Это и, конечно, и проблема невозможности перехода этих школ в эффективный режим работы, заложенный в их программных стратегических документах. Отсутствие из сети региональной методической поддержки. Регионы работают в особо сложных условиях, где отсутствуют методические структуры и вся основная методическая работа перенесена на уровень образовательной организации. Подчас удаленная школа справиться с этой задачей действительно не может. Мы столкнулись с такой проблемой, что руководители и административные команды школ, конечно же, не готовы к такому эффективному стратегическому развитию своих образовательных организаций. И основная проблема, с которой сейчас сталкивается практически каждая образовательная организация, это проблема профессионального развития педагога. Для того, чтобы помочь школам решить эти проблемы, региональная программа предусматривает целый комплекс мероприятий по вот этим основным направлениям. Создание методической инфраструктуры – это действительно задача, которая решалась на уровне региона с использованием всех возможных общественных объединений, инновационных площадок. И самую главную цель, которую мы при этом преследовали, чтобы каждый учитель мог в этой структуре найти помощь и поддержку. Вторая задача – это, конечно же, четко выявить те проблемы, которыми сталкиваются педагоги, обозначить их и обеспечить адресную помощь. Методическую разработку взял на себя Институт развития образования. И, естественно, Институт развития образования возглавил работу по разработке моделей учительского роста как на уровне образовательных организаций, так и, соответственно, на муниципальном и региональном уровне. Готовность руководителей к реализации своих программ к переходу в эффективный режим работы обеспечивалась за счет системного повышения квалификации в рамках курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний и трансляции опыта образовательных организаций. Итак, первая задача создания инфраструктуры, которая поможет каждому педагогу и школе решить свои проблемы, заключалась в том, чтобы объединить усилия, установить между ними четкие взаимодействия между теми методическими структурами, которые функционируют в регионе. Для этого, конечно же, была создана рабочая группа, которая скоординировала деятельность всех структур. Это и инновационных площадок региона, это та основная база, которая есть в регионе, позволяет транслировать лучший опыт и оказывать адресную помощь. Это общественно-профессиональные сообщества, имеющие очень мощный потенциал кадрового резерва, для оказания методической помощи. Это, соответственно, муниципальные органы управления образованием, которые на своем уровне координируют эту деятельность. И вот эта данная инфраструктура была выстроена под задачи, которые были поставлены рабочей группой. Основным ядром этой структуры является сеть инновационных площадок региона, в которой четко выделяются три уровня. Первый уровень – это инновационные площадки Института развития образования, которые создаются под те проблемы, которые обозначены в тех или иных образовательных организациях, муниципалитетах региона. И вместе с сотрудниками Института эти площадки решают эти проблемы, разрабатывают свои инновационные проекты, их осуществляют, накапливают опыт и его транслируют на весь регион. Инновационная площадка Института может перейти в статус региональной инновационной площадки, которая уже имеет автономию в своей работе, накапливает дальнейшим свой материал и уже является базовой площадкой, стажировочной площадкой в ходе повышения квалификации педагогических работников региона. И самый высокий уровень – это федеральная площадка. Этот статус получает образовательная организация, имеющая опыт работы на уровне инновационной площадки Института и региональной инновационной площадки Института и включаются федеральные проекты. Так как на этих площадках накоплен очень большой опыт, как управление образовательной организацией, организация образовательной деятельности, методической работы, опыт этих школ очень широко использовался в ходе методической поддержки школ. Но первый вопрос, на который мы отвечали – это «В чем же проблема?». Поэтому мониторинг, которым проводился в школах участников региональной программы, касался трех основных блоков вопросов. Это, конечно, качество образовательных результатов обучающихся. Здесь он шел по оценке внешней результаты государственной итоговой аттестации и в том числе изучение, на каком уровне сформированы метапредметные результаты, универсальные учебные действия в ходе промежуточных аттестаций образовательных достижений, обучающихся по тем материалам, которые разработаны в Институте развития образования. Соответственно, второй блок касался качества преподавания. Здесь используются самые различные способы. Это самооценка методической компетентности педагога и интегральная оценка методической компетентности педагогического коллектива. И это внутренний и внешний аудит урока. Еще один вопрос, который мы включили в структуру мониторинга, это качество управления, опосредованный взгляд через выявление мотивации обучающихся в учебной деятельности и, соответственно, это мотивы педагогической деятельности самих учителей. В результате мы получили целый блок проблемных вопросов, на которые была и нацелена методическая поддержка педагогов. На этом слайде демонстрируются мотивы профессиональной деятельности педагогов. Мы увидели очень серьезные противоречия между тем, что педагоги готовы к творчеству, готовы реализовать свой профессиональный потенциал, но при этом они не чувствуют поддержки как со стороны администрации школы, так и со стороны коллег. То есть педагог оказывается в своей деятельности иногда очень часто одинок. И вот эта проблема, она решалась через трансляцию особого опыта, опыта взаимообучения педагога в масштабе образовательной организации, который сначала опробировался на инновационных площадках, а затем уже в школах, участниках программы. Конечно же, мы очень чутко видели четыре основные проблемы, методические проблемы, с которыми сталкиваются педагоги. И, соответственно, в первую очередь, курсы повышения квалификации педагогов четко строились под те проблемные вопросы, которые выявлены были в ходе мониторинга. И еще одна очень серьезная проблема, которая была обозначена данными исследованиями, о том, что ребенок в образовательной деятельности очень часто не получает достаточной поддержки со стороны педагога. Часть детей честно признается, что на уроках занимаются своими делами, о том, что урок идет в репродуктивном формате, о том, что тому, чему нас учат на уроке, очень плохо связано с жизнью. И не всегда то, что происходит на уроке, оказывает серьезное влияние на мировоззрение и на качество жизни самого обучающегося. Вот эти вот все проблемы, которые мы выявили в ходе мониторинга, были положены на нам в программу повышения школьных команд, технологии организации образовательной деятельности. И для подготовки работы с педагогическими командами в регионе использовался проектный подход. Это, соответственно, три этапа. И на первом этапе мы выяснили проблемы. По результатам мониторинга мы сформировали группы педагогов для повышения квалификации. В группы включались школьные команды, которые испытывают схожие проблемы. При этом анализировались не только данные мониторинга методической компетентности учитель, проблем организации образовательной деятельности в школах, но в том числе мы анализировали программу перехода в эффективный режим работы, которые уже были разработаны образовательными организациями. Общие проблемы – это общая группа педагогов для того, чтобы скорректировать программу повышения квалификации. На эти курсы были приглашены лучшие педагоги инновационных площадок, которые имели ответы на вопросы, как решить те или иные методические проблемы педагогов, как решить те или иные проблемы, чтобы обеспечить успешность обучающихся на уроке. В процессе повышения квалификации 660 педагогов региона он строился в несколько этапов. Сначала погружение теоретическое, затем самостоятельное изучение некоторых материалов, актуальных для данных педагогов, проба пера, а затем еще одна практическая отработка совершенствования ответа на вопросы педагогов-практиков. Обобщающий этап – это этап, который помогает учителю осмыслить свой опыт и представить свой результат. На данном этапе мы сейчас готовим методическое пособие для педагогов уже с накопленным опытом описание техники и технологии, как педагоги справлялись с теми методическими проблемами, с которыми они сталкивались в своей образовательной деятельности. Мажным инструментом решения проблем школ – это тот образовательный аудит. Технологией проведения его заключалось в том, что посмотреть на себя, как мы работаем, и что у нас не получается, в школу приглашались сторонние наблюдатели. С одной стороны, это были школы-наставники, представители инновационных площадок, с другой стороны, это были педагоги школы, которые работают в таких же аналогичных условиях. Система образовательного аудита касалась разносторонних сфер жизнедеятельности школы. Для анализа использовались карты, разработанные в институте, они представлены методическим пособием. Данное методическое пособие размещено на сайте института развития образования. И после того, как школа осмысливала свои проблемы, она, с одной стороны, начинала корректировать свои и программы развития, и программы перехода, а сейчас она его просто-напросто начинала переписывать. Региональный конкурс программ перехода в регионе состоялся. Основные задачи, которые решал этот конкурс, это не только сподвигнуть образовательную организацию написать такую программу, но мы еще решали две задачи этого конкурса. По результатам анализа этих программ были определены победители. Это обычное бальное выражение по критериям, которые представлены в данном методическом пособии. И, естественно, мы отобрали победителей школы, которые в нашей модели сейчас выступают в качестве базовых площадок. И каскадно к ним выстраивается сеть образовательных организаций, которым они уже помогают решать те проблемы, успех, где они видят, и какие механизмы они хорошо работают. Этим школам в первую очередь оказывают помощь со стороны специалистов Института развития образования и инновационных площадок региона. Но параллельно с этим мы стали использовать и другие формы сетевого взаимодействия школ-участников программы. Участники программы по своим запросам получают помощь и в качестве наставника региональную инновационную площадку. Сетевое взаимодействие восстановится между школами, как мы их называем, школой-коллеги, то есть те школы, которые решают общие проблемы, которые они определили. И также это школа, которая находится в таких же условиях, например, удаленность, либо школа, в которой очень много инофонов детей обучающихся, но которая сумела справиться со своими проблемами и в этих схожих ситуациях начинает транслировать свой опыт. Комплекс методической поддержки педагогических коллективов на региональном уровне представляет собой система практических мероприятий. Это семинаров, это практикум, причем они носят межрегиональный, межшкольный, межмуниципальный характер. А вопросы, которые вынесены на эту методическую поддержку, они были определены на основе анализа тех проблем, которые образовательные организации обозначают в своих программах переходы в эффективный режим работы и на основе данных образовательного анализа и свод анализов, которые составляли образовательные организации. Таким образом, нам, в общем-то, удается решать проблему, давать именно ту необходимую адресную помощь, в которой нуждаются образовательные организации. А проблема развития педагогических кадров и понимания, что ее нельзя решить на уровне школы, привела к нас идея выстроить муниципальные модели учительского роста. Первая такая модель была построена в Красненском муниципальном районе, где основная идея этой модели заключается в том, что школа в районном центре выступает в качестве ресурсного центра учительского роста педагогов региона. На основании нормативной базы, которая разрабатывается на муниципальном уровне, выстраивается сетевое взаимодействие данной школы с образовательной организацией. В данном случае школа начинает организовывать сетевое взаимодействие между педагогами под проблемами. То есть, анализируя данные диагностик, анализируя данные, которые были получены в ходе мониторинговых исследований по качеству образования, ресурсный центр формирует проблемные вопросы, строит систему работы по их решениям, организует взаимодействие педагогов, организует взаимодействие педагогов на самых различных уровнях. Простите, пожалуйста, за связь. Сейчас мы попробуем открыть этот уровень. Организует взаимодействие педагогов под те задачи, которые есть у педагогов муниципалитета. И причем это очень разнообразные группы. В том случае, если муниципалитет не может и не имеет возможности решить кадровые вопросы или какие-то методические вопросы, то эти вопросы решаются за счет ресурсов региональной инновационной структуры. В свою очередь, это привлекло за собой необходимость перестраивать методическую работу на уровне образовательной организации. На слайде представлена базовая модель, разработанная в Институте развития образования. И главная идея у этой модели заложена в том, что педагог включается в систему методической работы на уровне образовательной организации и во внешнюю методическую работу под те запросы и проблемы, которые он определит для себя и сформулирует в плане своего профессионального развития. Основную еще одну работу, которая была проведена с руководителями образовательных организаций, была связана с технологиями и механизмами обеспечения условий развития педкадров. Это достаточно серьезный блок условий, и здесь было организовано межшкольное взаимодействие одним опытом, каким образом создать эти условия. И в ходе обсуждения в рамках ассоциации руководителей образовательных организаций, в рамках региональных семинаров нам удалось выстроить сетевое партнерство между школами, которые могут помочь друг другу в создании целого блока условий для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование школьных моделей учительского роста. В целом, процесс развития педкадров в регионе, как на уровне образовательной организации, на муниципальном, на региональном уровне, строится на основе четырех этапов. В первую очередь, это, конечно, выявление и определение с теми сложностями, которые сталкивается педагог. Затем уже четкое проектирование плана профессионального развития и определение способов и механизмов, как эти проблемы могут быть решены, с использованием всех возможных методических структур, которые есть в окружении образовательной организации и региона. После этого выстраивается система методической работы, в которую включается педагог. И на последнем этапе мы пришли к выводу, что нельзя просто оставить педагога и отправить его на те или иные методические мероприятия. Необходимо создание и формирование специальной службы сопровождения. И здесь мы столкнулись с еще одной проблемой. Такую услугу очень трудно создать в малокомплектной школе, в сельской школе, удаленной от других образовательных организаций. Так вот, эту роль методического сопровождения педагога со всей полнотой ее структуры начали выполнять ресурсные центры муниципального уровня. Развитие профессионализма педагогов строится в трехэтапных. Конечно, первый этап – это мощная теоретическая и знаниевая подготовка. Затем наступает технологический этап. Тогда, когда педагог начинает пробовать, опробировать. И на этой стадии со стороны ресурсного центра он имеет помощь в виде наставника, формируются стажерские пары или небольшие группы, которые обсуждают результаты и помогают педагогу преодолеть технологические трудности, с которыми он сталкивается. И уже на третьем этапе педагог начинает активно включаться в работу творческих групп, инновационных структур. И педагоги школ с низкими результатами начинают включаться в региональные проекты. И сейчас четыре образовательные организации школ, которые демонстрировали низкие образовательные результаты, включены нами в федеральный проект Института системно-действительственной педагогики по отработке технологий системно-действительного подхода в образовательной практике. В ходе работы на уровне образовательных организаций и ресурсных центров мы пришли к выводу, что профессиональное развитие педагога более эффективно идет на основе интерактивных методов. На слайде представлены технологии, которые пробиваются школами в разных образовательных организациях, более успешные оказываются та или иная технология. Но самое важное, что здесь идет эффект сплочения педагогического коллектива, когда каждый педагог чувствует поддержку со стороны как своих коллег, так и коллег ресурсного центра и коллег с других образовательных организаций. Методическое обеспечение разработано институтом и касается не только программ перехода в эффективный режим работы, но и серия методических пособий связана с аудитом урока, определением методических проблем педагога и с рекомендациями, как выстроить взаимодействие педагогов по изучению качества урока и повышению образовательных результатов. Есть еще одна серьезная проблема, о которой мы стали говорить. Для того, чтобы преодолеть разрыв в образовательных возможностях обучающихся и создать условия получения качественного образования для каждого школьника, независимо в какой школе он учится, основное все-таки внимание мы уделяем это улучшению качества преподавания, с одной стороны. Для этого нужна нам обязательно установление партнерских отношений школ и выстроенной системой методической помощи педагогу под его запросы. А с другой стороны, вот эта диссеминация успешных практик, это действительно очень эффективный способ. А этот способ работает хорошо тогда, когда школа четко знает, где я могу получить ответ на тот проблемный вопрос, который у меня есть. Здесь мы спробуем разные механизмы, и пока Институт развития образования выполняет ту роль координатора поиска сетевых партнеров под задачи и проблемы школы. Серьезно претерпевает и система управления образовательной организацией школ, которые участвуют в региональной программе. Первая проблема, которую необходимо было решить, это коллегиальность управления, включить педагога в управление школы, включить родителей в управление школы. Вторая проблема, это система управления качеством образования через мониторинг, контроль и принятие управленческих решений. И перестроить аудит урока. Смотреть его не то, как работает учитель, а смотреть на урок, как на этом уроке работает обучающийся. И что нужно сделать педагогам, чтобы познавательная деятельность обучающейся была более продуктивной и давала ему возможность достижения тех планируемых результатов, которые определяет школа. Очень серьезный вопрос оказался изменения в системе управления, связанные с включением педагога в управлении в школу. От принятия идей, понимания, что делает педагогический коллектив, сплощение педагогического коллектива, снятие профессионального выгорания. Это целый блок вопросов, которыми мы сработали с административными командами, для того, чтобы каждый учитель в школе почувствовал себя очень важным лицом при работе с педагогами, друг с другом, с коллегами, с родителями. Серьезную работу мы стали проводить по изменению школьной среды. Не секрет, что в этом проекте образовательные организации не получили дополнительного финансирования. И проблема оснащения материально-технического и учебно-методическим оборудованием образовательной деятельности для многих школ пока остается проблемой. Здесь нам удалось решить некоторые вопросы на основе сетевого взаимодействия и партнерства. У нас очень активно стала пониматься и приниматься модель активной школы. И школы с низкими результатами стали себя так позиционировать и рассматривать, перестраивать свою воспитательную систему. Время, время, вот, Георгий Славовна. Я заканчиваю уже. Вот это вот еще одно направление, которое мы стали развивать в своей работе. Спасибо, коллеги, за внимание. Извините за технические накладки. Пожалуйста, я готова ответить на вопросы. Ну, мне кажется, очень важный момент для обсуждения дальнейшего. Мне кажется, что вы фактически осветили... Работает, да? Мне кажется, вы осветили организацию деятельности в рамках вашего региона по действительно такой систематической, последовательной работе с системой учительского роста. Ну, вот, честно говоря, может быть, вот мне, например, не хватило таких вот фокусированных оценок, как у других коллег. Ну, вот, например, как в Новосибирске, да, допустим. Там, например, количество школ, кто действительно вот с вашей точки зрения находится там вот в сложных условиях, у кого достаточно большие проблемы с результатами, и какого рода сдвига удалось достичь за какой промежуток времени. Вот, как бы, вот этих количественных оценок, ну, на мой взгляд, как-то вот не хватало. Хотя вот сама идеология, сам способ организации работы системной такой, он, конечно, звучит крайне привлекательно. Вот, поэтому мне кажется, что, ну, вот, может быть, дальше в каких-то обсуждениях вы дадите такого рода фокусировки и оценки, и это позволит нам лучше понять границы применимости вот той модели, которую вы обсуждаете. Потому что, ну, вот, не секрет, что достаточно часто коллективы школ выносят суждения, скажем, о своей работе, о качестве своего профессионализма в такой взавышенной форме, и эти оценки часто расходятся с оценками сторонними, и это одно из направлений работы, связанное с преодолением вот этих типов сопротивлений. Это достаточно, ну, сложная тематика, но, мне кажется, ее тоже нужно постепенно вводить в обсуждение, иначе, ну, скажем, мы будем исходить из чрезмерно оптимистической картины готовности педагогов и педагогических коллективов к осуществлению тех или иных изменений. Ну, это вот как предложение, скажем, на будущее, потому что, мне кажется, за счет вот учета количественных результатов усилий и введения тематики тех или иных сопротивлений, мы сможем лучше понимать динамику изменений. Спасибо. Два комментария. Масштабно 66 образовательных организаций, 24% школы регионов включены в проект только в этом году. Мы можем говорить только о 9 образовательных организациях, которые мы начали опробировать механизмы в 2016 году. Да, многие механизмы работают эффективно, но 9 школ – это слишком маленькая выборка для того, чтобы делать основные выводы. Потому что основная работа у нас началась в этом году. Основное усилие мы сделали, конечно, на проектирование системы работы. Мы видим отклик в образовательных организациях и то, что через 3 месяца от начала работы школы перестали себя воспринимать как школами изгоя «Проект 2.2». И стали понимать, что это ресурс их развития. И честно в анкетах признается, что они получили видение своего развития, что школа сдвинулась с мертвой точки зрения, а педагоги отмечают, что стало интереснее работать. Мы пока видим только вот такие качественные оценки, и их мы можем только оценивать как, ну, движемся, наверное, в правильном направлении. Что касается методических... То есть изменение отношения, да? Да, изменение отношения. Да, изменение отношения к происходящему. То есть они более активно участвуют в проектах, конкурсах, в педагогике, в школе начинают работать. Методические пособия есть на сайте Института развития и образования, в разделе «Проекты», «Мероприятия 2.2». Они все находятся в электронной лице. Спасибо большое. Всего доброго, Кави. Спасибо большое. Спасибо большое. Я очень рада, что есть общие подходы, как я вижу, по чату и по вопросам. И есть возможность взаимодействовать. И спасибо Красноярску за организацию этого взаимодействия. Спасибо. Передаю слово, значит, у нас Елена Викторовна Хардикова, заместитель министра образования и науки Республики ТЭВА. Елена Викторовна, прошу вас, присоединяйтесь. Мы ждем. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Республика ТЭВА на связи. Как нас слышит? Связь частично есть. Осталось добиться изображения. Чуть громче. Громче. Плохо слышно. Тестовое сообщение. Попробуйте еще раз, Елена Викторовна. Звук. Усиливаем микрофон. Работаем. Звук слабый по-прежнему. Еще громче. Микрофон надо усилить, наверное. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Как сейчас со звуком? Лучше? Нормально, да? Еще бы чуть-чуть усилить. Что, Андрей Викторович? Вот. Там на максимуме. Лучше. Еще бы получше. И вообще было бы замечательно. Да, еще бы звук чуть-чуть усилить. Так, микрофон уже взяла практически в руки, чтобы было слышно. Итак, еще раз. Скажите, пожалуйста, как нас слышно? Ага, вот, давайте. Хорошо. Можно говорить, да? Ну, еще раз. Звук наладился. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Вот, вот сейчас. Хорошо слышно. Мы очень рады принять участие в данном мероприятии, в данном вебинаре. Я очень внимательно прослушала все выступления наших коллег. Увидели, что проблемы у нас у всех практически одни и те же. Позвольте поделиться опытом работы нашего региона по реализации мероприятия 2.2 по ЦПРО. Ну, все коллеги говорили о том, что у большинства из них большой, в несколько лет опыт работы по данному направлению. Наш регион здесь, в отличие от всех остальных, мы впервые принимали участие в данном мероприятии. Мы работы начали только в прошлом году первый раз, поэтому наш опыт, прошу отнестись к нему так понимающе, мы здесь будем говорить еще о новичке. Но, пользуясь случаем, очень хотелось бы рассказать о нашем опыте работы, о том, что мы делали в прошлом учебном году. В рамках данного мероприятия ФЦПРО 2.2 мы решили, было принято решение Министерства образования и науки нашей Республики в 2017 году, как раз с целью повышения качества образования, качества обучения, запустить региональный проект. Мы этот проект назвали очень кратко «Успешный выпускник». Понятно уже из самого названия, что он касался только учащихся выпускных классов, 11 классов. Почему, скажу чуть-чуть, будет понятно чуть-чуть попозже. Проект мы разделили на две составляющих. Два подпроекта у нас было. Название первого подпроекта с аттестатом «В будущее». Понятно, что уже исходя из названия, что цель его это определенная, четко обозначенная, потому как по итогам государственной итоговой аттестации 2016 года мы увидели свои проблемы большие, что у нас только 88% ребят смогли справиться с минимальными баллами по обязательным предметам. И поэтому для нас этот подпроект с конкретной целью очень актуален. Второй подпроект под названием «От профильной школы к профильному вузу». И цель здесь уже совершенно другая. Она направлена как раз на повышение среднего балла выпускников, который обучается по программам профильного обучения как раз для повышения конкурентоспособности при поступлении, для дальнейшего обучения при поступлении в высшие учебные заведения. И для работы по решению задач данного проекта вначале мы в первую очередь, конечно же, сделали выборку школ, которые будут работать, будут участниками данного подпроекта. Были выбраны 56 школ, которые показали по итогам 2016 года наиболее плачевные результаты, будем так говорить, наиболее тревожные результаты. И именно на них и была нацелена в основном вся работа данного проекта. Разработана как раз для этих школ программа перехода их в эффективный режим работы. Для эффективной работы в данном направлении были подписаны трехсторонние соглашения между всеми участниками, кто был задействован в данном процессе. Это региональное министерство, муниципальное управление образованием и школы. А уже по второму подпроекту, где связано с реализацией профильного обучения, здесь были четверо-всторонние соглашения. К вышеперечисленным участникам соглашение составлялось и с региональными инновационными площадками, которые показывают стабильно высокие результаты по тому или другому направлению профильной работы. Как в любом проекте, есть определенные показатели, стартовые и финишные. И поэтому мы для себя поставили следующий показатель, что увеличить количество детей, которые будут успешны, которые выйдут со школы с документом образования, увеличить их количество на 7%. Мы понимаем, конечно, что этот проект у нас носит такой антикризисный характер. Для нас это был очень актуальный и важный материал, с которым мы работали в прошлом году. Основные механизмы реализации данного проекта, основные составляющие, в принципе, типичные и характерные для работы по этому направлению. Это, прежде всего, связано с повышением уровня профессиональной компетенции учителей. Учителей всех предметов, учителей, работающих на всех ступенях образования, в большей степени учреждениями работающих выпускных классов. И внедрение дистанционных форм, дистанционных технологий для оказания методической помощи учителям. Следующий механизм этой работы, конечно, с выпускником, с ребятами. Здесь мы в качестве инструментария для работы с ними брали образовательный модуль «Ясдан ЕГЭ». Мы являемся участниками федерального проекта «Ясдан ЕГЭ». И поэтому тот инструментарий, который предоставлен нам Рособорнадзором и ФИПИ, мы включили в наш региональный проект и пользовались тем, что нам было предоставлено для работы. И третий механизм реализации нашего проекта – это была организация сетевого партнерства на всех уровнях. Сетевого партнерства на уровне региона, на уровне муниципалитета, межшкольное взаимодействие и организация взаимопомощи внутри класса. С детьми, которые имеют разный уровень подготовки, разный уровень обученности. Это тоже сыграло в свою такую очень хорошую, хороший такой момент в реализации нашего проекта. Для того, чтобы мы реализовывали данный проект, а у нас участвовало, как я уже сказала, 56 школ для реализации первого подпроекта и 33 школы в реализации второго подпроекта, были между всеми сторонами, участниками проекта, заключены определенные функции, определенные задачи перед каждой целевой аудиторией. Между региональным министерством – это была поставлена задача организации мероприятий, задача поставлена перед муниципальным органом управления и образовательными организациями. На слайде это довольно-таки хорошо видно, поэтому можно внимательно потом познакомиться с тем, какова задача была каждого участника, каждой стороны проекта в соответствии с функциями, которые были там определены. Но особо хотелось бы остановиться, они в принципе довольно-таки похожи со всеми, с многими проектами, которые мы сегодня уже слышали. Я хотела бы остановиться чуть-чуть поподробнее на организации каникулярных учебно-тренировочных сборов для учащихся, которые испытывают трудности в освоении учебно-образовательных дисциплин. За учебный год нами было организовано 4 таких учебно-тренировочных сбора в рамках зимней, весенней, майской школы. Охват учащихся составил у нас довольно-таки большой процент и с проведением каждой очередного учебно-тренировочного сбора интерес к этой форме работы возрастал, значимость его повышалась уже и учитель, и ученик, и родитель. И к этой форме работы меняли свои отношения и понимали значимость, важность и плюсы организации данной формы работы. Далее хотелось бы чуть-чуть остановиться на втором подпроекте. В рамках второго подпроекта, еще раз напомню его название, от профильной школы, от профильных предметов к профильному ВУЗу, нами были определены 5 региональных инновационных площадок, как я уже сказала, в соответствии с профилем обучения. Это были образовательные организации, которые показывают стабильные, высокие результаты по своему направлению деятельности. И к ним в рамках сетевого взаимодействия были прикреплены 38 школ, участников проекта, в которых также реализовывалось то или другое профильное обучение. И в рамках этого сетевого взаимодействия оказывалась точечная, адресная помощь, в первую очередь, учителю, в первую очередь, педагогу по индивидуальным программам, по соответствии с типичными сложностями, трудностями. Также работа шла и со школьниками, и с выпускниками в рамках этого сетевого взаимодействия. Конечно, основной участник образовательного процесса – это, естественно, учитель, и поэтому самое большое внимание в рамках проекта оказывалось, выделялось повышению уровня профессиональной компетенции педагога, учителя. В начале, на старте проекта, были проведены соответствующие замеры профессиональной компетентности у учителей-предметников. Мы увидели зону риска, мы увидели определенные сложности, трудности. По итогам первых замеров были проведены методические мероприятия, как раз с целью обновления теоретических и практических знаний учителей. Проведены курсы повышения квалификации не только на базе нашего Куинского института развития и образования. Мы также активно привлекали к этой работе и наших коллег, коллег из Сибирского федерального округа, коллег, с которыми мы давно взаимодействуем. Хотелось бы, пользуясь случаем, еще раз их назвать. Мы вместе работали с институтом развития и образования Иркутской области, с Харказским институтом развития и образования, с Алтайским институтом повышения квалификации. В прошлом году мы вместе с ними, они были, так сказать, партнерами нашими в рамках реализации данного проекта, как раз повышение квалификации педагогов, участников данного проекта. Было проведено большое количество семинаров, стажировочные площадки работали, семинары. В рамках проекта у нас проводились ежемесячные выездные, дистанционные, зональные семинары для того, чтобы увидеть, еще раз прямо на месте, мы по контрольным точкам отслеживали движение нашего проекта и какие испытывали трудности педагоги, мы на месте тут же решали в ежемесячном режиме. Проводились такие же консультационные и стажировочные площадки на базе региональных инновационных площадок для учителей в рамках тех затруднений, которые они испытывали. Ну и кроме курсов повышения квалификации, педагогам оказывались самые разнообразные формы методической поддержки, это методический десант с целью развития профессионального мастерства педагогов. Сотрудники Министерства образования, Института развития образования нашего региона помогали, проводилась помощь в соответствии с планом и давались методические рекомендации по проектированию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, методические материалы для руководителей образовательных организаций по переходу и по эффективному режиму работы. Ну и индивидуальная консультация как форма методической поддержки для каждого учителя индивидуально по тем запросам, которые были у каждого педагога, тоже отрабатывались. Ну и выездные семинары совещания проходили тоже в соответствии с планом работы, с планом реализации данного мероприятия. В ходе выездов очень тщательно оценивалась работа внутри школы, работа заместителя директора по учебной работе, школьных методических служб, методических объединений. Институтом развития образования нашего региона был предложен завучу кейс, где дан пошаговый алгоритм организационно-контрольных действий завуча по организации учебного процесса в школе. И в соответствии с этим кейсом мы рекомендовали выстраивать работу внутри образовательной организации по организации образовательного процесса. В ходе совокупных принятых мер, по результатам того, что было проведено в первом полугодии прошлого учебного года, далее было организовано второе тестирование уровня профессиональной компетенции учителей, которое показало, что наблюдается положительная динамика у педагогов, значит, говорит о том, что мы шли в правильном направлении, учителя получили те необходимые знания, которые им были нужны, и пошло движение в пилу. Достаточно достижения плановых показателей во многом способствовала слаженная работа членов команд проекта в рамках сетевого партнерства. Каждая заинтересованная сторона очень ответственная и творчески относилась к работе по своему направлению. Применялись такие формы обучения, как коучинги, тренинги, личностного роста и так далее, дистанционные уроки, и мы по результатам реализации проекта выявили лучшие муниципальные управляющие координаторов, лучшие практики, лучшие коллективы, которые были отмечены, и опыт их был поддержан. Поставленные цели, которые мы определили в проекте, они были достигнуты. Те задачи, которые мы ставили перед собой, мы их выполнили. Хочу еще раз сказать, конечно, задачи, которые мы ставили перед собой, они носили такой антикризисный характер. И те достижения, которые у нас есть, для нас они довольно-таки существенные, нам их нужно удержать. Если мы ставили перед собой задачу, чтобы не менее 95% у нас ребят были успешны и могли закончить школу с получением документа образования, мы этот процент выполнили до более чем 96% справились с этой задачей. Но это нас не успокаивает, мы понимаем, что проблем у нас еще очень много, что нам нужно двигаться вперед. Мы увидели по результатам прошлого учебного года, что выпускники по сравнению с прошлым годом у нас увеличился средний балл по всем предметам. Это говорит о том, что мы на правильном пути, что нужно, что двигаться мы, двигаемся в правильном направлении, но в то же время мы увидели и проблемы, над которыми нужно работать, которые нужно актуализировать в этом учебном году, текущем учебном году, выявлены круг проблем, подвергнут было очень системному анализу, определены задачи для выстраивания работы по тому же проектному управлению на текущий учебный год. И основной эффект, который мы увидели от реализации поставленных задач, это позитивное изменение отношения к работе школьных команд, к работе педагогического коллектива, всех участников образовательного процесса. И на сегодняшний день мы на новый учебный год запускаем новый проект с увеличением количества и школ, и участников образовательного процесса для того, чтобы повысить в общем качество образования в нашей республике. Уважаемые коллеги, мы поделились своим опытом работы, если будут какие-то вопросы, рекомендации, мы с удовольствием их выслушаем для того, чтобы использовать в своей работе в будущем году. А тот материал, который, повторюсь еще раз, мы сегодня услышали с огромным удовольствием, я уже сделала сама для себя пометки, что мы можем применить у себя в регионе, взять на вооружение. Спасибо большое за внимание, готовы выслушать рекомендации. Елена Викторовна, небольшое, скажем как, замечание, отчасти предложение. Мне кажется, очень симпатична выбранная вами стратегия, когда вы фактически через интенсивные формы быстро, скажем, изменили квалификационный уровень в плане базовых знаний и компетенций учителей. И очень здорово, что вы такие интенсивные формы используете именно для ребятишек. Это как раз очень хороший, адекватный выбор для той задачи, которую вы обозначили, фактически антикризисное управление и прочее. У меня было просто предложение, которое носит скорее более долгосрочный характер. Дело в том, что не секрет, я здесь просто сошлюсь на исследование, которое делалось Мирбанком, исследование, которое делала МакКинзи. Это международная консалтинговая фирма, она занималась по заказу правительств ОСР сравнением эффективности вложений средств в разные сегменты образования. Так вот, ключевое осуждение, которое, мне кажется, очень полезно будет и, может быть, вам стоит это предусмотреть как отдельное направление достойное развитие в долгосрочной перспективе, это вложение в дошкольное образование. Как показало исследование, сравнительная эффективность вложений в дошкольное образование, она в несколько раз превышает эффективность вложений в среднее образование, порядка В этом отношении, если обсуждать работу на перспективе, то, конечно, обустройство и повышение качества дошкольного образования окажет долгосрочный, очень сильный эффект, влияющий на результативность обучения во всех остальных сегментах образования. Я имею в виду начальную школу, среднее звено и старше. Поэтому, мне кажется, в рамках долгосрочной стратегии, может быть, стоит вам уделить этому специальное внимание. Я дословно не помню цифру, но там цифра такая, что ребенок, получивший соответствующую образовательную поддержку и помощь в дошкольном возрасте, он примерно с вероятностью в разы большей оказывается успешен в старшей и в более старших возрастах. А для ликвидации тех дефицитов, которые образовались в дошкольном возрасте, в более старших возрастах нужно тратить кратно большее деньги, привлекать гораздо более квалифицированных учителей, преподавателей, чтобы этот дефицит возместить. Мне кажется, что за счет учета этого вы сможете быстрее выйти из режима антикризисных действий. Ну вот как-то вот так. Спасибо вам большое, Елена Викторовна. Было очень приятно выслушать вашу презентацию. Я передаю сейчас слово коллегам из Сибирского федерального университета Евгении Борисовны Бухаровой, директору Института экономики управления и природопользования и Ирине Петровне Воронцовой, заведующей кафедрой управления человеческими ресурсами. У них, так сказать, совместное выступление, Евгения Борисовна даст первый посыл и дальше переход подачи к Ирине Петровне. Прошу вас. Уважаемые коллеги, у кого-то добрый вечер, у кого-то добрый день. Мы очень рады общению. И вот вебинар показывает, что эта тематика очень интересует не только образовательное сообщество, но и органы власти. И поэтому появление Сибирского федерального университета в виде Института экономики, оно не случайно, и оно связано с тем, что вот те стратегии, те программы, которые вырабатывают в школах, где удается, в общем-то, поднять градус инициативности у преподавателей, заинтересовать школьников, зачастую разбивается о лодку бюджетных ограничений и условий развития того или иного поселения, где находится школа. Красноярский край как раз является таким классическим примером большой территории с очень высокой дисперсностью расселения и достаточно высокой степенью асимметрии социально-экономического развития. Эти условия, не вдаваясь в подробности, значит, эти условия, с нашей точки зрения, в первую очередь, в первую очередь, конечно, создают жесткие бюджетные ограничения на возможность дополнительных каких-то вливаний и применения инструментов внутри отдельных поселений или муниципальных образований, так как средств на это фактически нет. Если это является приоритетной тематикой в субъекте федерации, а в Красноярском крае, вообще говоря, с учетом нашей специфики, достаточно высокий уровень заинтересованности не только органов власти, но и бизнес-сообщества, то тогда есть возможность создавать благоприятные внешние условия для того, чтобы можно было реализовывать стратегии, те инструменты, которые здесь заинтересованно обсуждали коллеги. Если этого нет, то тогда необходимо предусматривать какие-то, наверное, уже надшкольные инструменты, которые позволят все-таки реализовать стратегии вывода школ из ситуации, и когда они с низкими результатами, и когда условия неблагоприятные. Но мне кажется, есть еще очень важный момент, и он косвенно, конечно, опирается на экономику. Это вопрос мотивации к развитию, вопрос мотивации к изменениям. И вот в этом процессе формирования мотивов поведения на самом деле завязаны не только школы. В первую очередь, это мотивация домохозяйств, потому что если они наблюдают, а как правило, школы с низкими результатами и неблагоприятными условиями, это регионы, это муниципальное образование такого депрессивного типа, соответствующим образом происходит трансляция необходимости и обучения соответствующего, и изменения, чтобы обеспечить качество обучения. Другой интересант, это бизнес, который подает пример, условия ведения бизнеса в этих регионах, они достаточно низкие. Он подает просто живой пример, что потребности в качественном обучении в конкретный момент отсутствуют. И соответствующим образом это транслируется на обучающегося. У него тоже должен быть мотив для того, чтобы не только обучение для знаний, но и обучение для того, чтобы в будущем получить, в общем-то, достойную профессию. И когда фактически вот эти три группы интерсантов не имеют достаточных мотивов, вопрос с мотивацией преподавательского состава, с мотивацией вообще говоря тех, кто задействованы в системе образования, тоже возникают проблемы. Поэтому вырабатывая региональные стратегии на уровне таких сложных регионов, приходится делать дополнительные исследования и рассматривать некие подходы для того, чтобы в рамках единой стратегии, тем не менее, каждая школа, находясь в том или ином муниципальном образовании или поселении, могли наполнить ее, формуруя свою стратегию именно специфическими какими-то инструментами. Это очень важно, потому что школьное образование – это полномочия, это полномочия либо муниципального уровня, либо в какой-то части регионального уровня. И эти инструменты, как мы все понимаем, они ниоткуда не появляются, это вообще затратная часть деятельности образования. И поэтому, так как за этим должны стоять серьезные бюджетные средства, необходимо нормативные условия, которые позволят целевому вызову эти деньги тратить. Если в муниципальном образовании, в регионе есть крупные экономические игроки, для них важно, это скорее всего, с точки зрения понимания, то есть необходимости и понимания эффектов, которые будут для того, чтобы они могли вкладывать средства. Поэтому при проведении работы по разработке стратегий, мы попытались учесть очень такие сложные условия. И вот сейчас я передаю слово Ирине Петровне Воронцовой, для того, чтобы характеризовать подходы, которые мы использовали. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В продолжении разговора о учете специфики социально-экономического развития Красноярского края при разработке стратегии повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, находящихся в сложных социально-экономических условиях, Евгения Борисовна обрисовала коротко основные тенденции в развитии Красноярского края, сложности, с которыми мы сталкиваемся на этом пути. И, подводя итог ее выступления, я смелюсь сказать, что школам ожидать особо помощи извне, со стороны бизнеса, не приходится. И это как раз такая ситуация, что школы во многих поселениях Красноярского края должны стать как раз центрами социально-экономического развития. Поскольку особенности освоения территории Красноярского края обусловили привязанность развития к развитию промышленных предприятий, освоению природных ресурсов, находящихся, к сожалению, в труднодоступных районах края, Соответственно, многие школы, удаленные от центра края, оказались как раз в сложных социально-экономических условиях. Мы провели свод-анализ деятельности таких школ и выяснили ключевую проблему, она неудивительна и, в общем, очевидна. Это качество кадрового обеспечения образовательного процесса, большая доля незакрытых вакансий. И, как мы понимаем, что закрыть их в рамках существующего процесса организации учебной деятельности и управления школами не представляется возможным. Также проблемы с мотивацией участников образовательного процесса, причем образовательный процесс, мы понимаем, широко, это не только учитель и ученик, но это и родители, и другие интересанты, включая вузы и территориальные органы управления. И также материальное обеспечение учебного процесса, это в основном касается школ, находящихся в неблагоприятных условиях, низкая обеспеченность компьютерной техникой, программным обеспечением, нецелевое использование компьютерной техники, и невозможность организовать рабочий процесс с использованием дистанционных технологий. И основной акцент, который касается школ, которые находятся в сравнительно благоприятных условиях функционирования, но при этом показывает низкие результаты деятельности, это управленческая компетентность административно-управленческого персонала школы или, в общем, качество работы школьных управленческих команд. В общем, первые два фактора касаются и первого, и второго типа школ, как правило, только имеют разные уровни показателей. А вот третьи и четвертые факторы, они распределяются. Соответственно, материальное обеспечение – это слабое место школ, находящихся в неблагоприятных условиях, а вот управленческая компетентность, низкий уровень управленческой компетентности администрации школ, это относится, конечно, преимущественно к школам, находящимся в сравнительно благоприятных условиях, но при этом все равно демонстрирующих низкие результаты обучения. Исходя из этих особенностей, были разработаны проекты двух типов для школ с низкими результатами обучения и второй тип проектов для школ, находящихся в неблагоприятных социально-экономических условиях. Но еще несколько слов об общих особенностях развития этих школ, на что они могут надеяться для реализации стратегии развития качества. Конечно, в первую очередь на собственные силы, но во вторую очередь, конечно, если на территории муниципального образования имеется серьезное промышленное предприятие и иная организация, то, конечно, она может послужить источником ресурсов для развития школ и реализации проектов. Поэтому в этом смысле необходимо, конечно, смешанное финансирование проекта с акцентом на развитие партнерских отношений с бизнесом, который развивается на территории поселения, где находится школа. Вторым очень важным тоже общим моментом для всех групп школ является обмен опытом. То есть необходимо создавать такие базы передовых практик. И сегодняшний вебинар тому пример, что есть возможность обменяться опытом и как-то распространять передовые практики. Это формирование стажировочных площадок, соответствующих баз таких удачных практик. и, соответственно, организованности, которые могли бы мультиплицировать этот успешный опыт. Это очень важный момент. И также другими партнерами для получения дополнительных ресурсов, уже, возможно, и не финансового плана ресурсов, могут служить вузы города и края. Также в качестве партнеров рассматривались и другие организации, например, Институт повышения квалификации учителей Красноярского края. И также рекомендовано создание новой организационной формы и прописанные нормативно-правовые основания ее деятельности. Это координационный совет по реализации проектов относительно повышения качества образования школ с низкими результатами обучения, и школ, находящихся в сложных социально-экономических условиях. В чем особенности программ? Здесь тоже есть общие и особенные. Я прошу прощения, что, конечно, видимость не очень хорошая, хотя вот эта табличка максимально сокращена была, но вот достаточно текст объемный, но можно будет потом на слайдах ознакомиться с этим текстом. Это очень краткое описание. Значит, что касается школ со сложными социальными условиями, то предполагается мероприятие по трем направлениям. Это повышение качества кадрового обеспечения, мотивации участников образовательного процесса, партнеров образовательного процесса и совершенствование материально-технического обеспечения. И вот здесь важный момент, о котором хочется сказать. Повышение качества кадрового обеспечения. В программе заданы конкретные количественные ориентиры. Так вот, их можно достичь, на наш взгляд, и соответствующее мероприятие предлагается только за счет сокращения потребностей в основном персонале школ, то есть потребностей в учителях. Как можно сократить потребности учителя? За счет перепроектирования образовательного процесса. И вот мы предлагаем мероприятие по проведению реинжиниринга образовательного процесса на базе электронного обучения и дистанционных технологий. Это потребует, в свою очередь, и повышения или изменения квалификации учителей, но уже повышения их квалификации не как предметников, а понимания функционала и технологии работы, которые включают и методики, и инструменты, и организационные многие вопросы, как не предметник, а куратор, наставник самостоятельной работы обучающихся по разным дисциплинам в рамках электронного обучения и дистанционного образования. Потому что большинство школ края, находящихся в сложных условиях, к сожалению, не могут традиционным образом обеспечить, закрыть вакансии по многим предметам учителями достаточно высокой квалификации. И также, да, есть такая проблема здесь, ремарка о том, что не во всех школах есть качественное обеспечение современными информационными технологиями, интернет не очень хороший. Об этом мы тоже говорим, рассматриваем эти вопросы в третьей части программы. Но этот вопрос сегодня уже является решаемый. Технические вопросы не представляют трудности. Трудности в современной экономике, в образовании представляют не технические задачи, а это вопросы мотивации, вопросы организации и управления. Вот это самое главное, в общем, тормоз всего процесса, на наш взгляд. И второй аспект, который подробно расписывается в плане кадрового обеспечения, это развитие сетевого взаимодействия, потому что конференция педагогическая в августе, когда выступали директора школ, показала, что со стороны министерства разработан регламент по сетевому взаимодействию, но по какой-то причине, причем организационной причине, школы не могут этим воспользоваться. Поэтому мы предлагаем анализ модели сетевого взаимодействия и, соответственно, ее модернизацию. Что касается мотивации участников и партнеров образовательного процесса, который выходит за рамки учебного процесса школы, соответственно, здесь нужна серьезная программа, и для этого нужно объявлять внутренний конкурс на программы по повышению вовлеченности в образовательный процесс. Во-первых, с позиции управления персоналом школ, это вовлеченность персонала школ, которая гарантирует повышение мотивации. Потому что, что касается оплаты труда относительно уровня жизни территории, на которой находятся школы, объективно нельзя сказать, что учителя самые низкооплачиваемые. Потом для учителей на самом деле материальные стимулы не являются лидирующими, как показывают исследования учителей школ, которые проводились этим летом. Соответственно, причины здесь несколько иные, поэтому вовлеченность через работу с адаптацией, с составлением планов индивидуального, повышение квалификации, формирование обратной связи, виды совместной деятельности по перепроектированию учебного процесса. Потому что принципиальный момент, влияющий на мотивацию и способствующий отторжению или неприятию со стороны учителей, учеников, родителей, новых форм работы в школе, это то, что к старому течению процесса добавляется новый функционал, который не имеет дополнительной оплаты, но требует дополнительного времени, и он как бы так арифметически суммируется, поэтому получается затрат очень много, а результаты сомнительные, потому что некоторым образом две технологии, одновременно существующие, они мешают друг другу, так получается. Поэтому необходимо на уровне школ разрабатывать программы по изменению организации учебного процесса с позиций сохранения здоровья, и в том числе психического здоровья работников школ, и по высвобождению у них времени для выполнения вот этих дополнительных функций, которые однозначно возникают в связи с изменением и педагогических технологий, и информационных технологий. Также очень важный здесь вопрос по вовлечению это общественно-государственное управление, и в прошлом году по этому поводу в Крае разрабатывались проекты, их следует продолжать, и также разработать политику коммуникации школы. В каждой школе должна быть политика коммуникации, которую отслеживает Министерство образования Красноярского края. Это очень действенный инструмент, который позволяет позиционировать школу и, соответственно, определенную коммуникацию и понимание на территории того, что она делает, обеспечивать. Профориентационная работа у нас вместе с вузами, что формирует ориентиры для осмысленного обучения учеников и работы учителей. И также школа должна стать центром спортивных, культурно-массовых мероприятий и так далее. Это, в общем, достаточно понятная история. Что важно для школ данной категории? Что школа не только площадка для культурных мероприятий, но это и дополнительное образование. И как показали проекты школ, что дополнительное образование школы видят все-таки достаточно узко. Поэтому мы предлагаем с учетом специфики развития края в качестве дополнительного образования учить не только детей, но и взрослых в школе. Потому что школа осталась единственным на многих территориях центром, вообще говоря, притяжения, образования, культуры и формирования вообще какой-то более-менее приемлемой среды обитания и качества жизни. И, соответственно, это правовая грамотность, профилактика правонарушений. Это финансовая грамотность. И совместно со службой занятости населения организовывать по самозанятости населения, потому что, как правило, это территории с высоким уровнем безработицы. И, соответственно, по поводу конкурс поддержки школьных проектов в области дополнительного образования. Это, конечно, на конкурсной основе. Это позволит, конкурсная основа, и помочь финансово, в случае все-таки ограниченности финансовых ресурсов, успешные проекты, а потом распространить их опыт. То есть очень, так сказать, такое удачное решение. И, значит, то, что касается материально-технического обеспечения, здесь достаточно рутинные мероприятия. И что хочется еще сказать в общем, каждый пул мероприятий должен сопровождаться мониторингом результативности реализации направления в обязательном условии. То есть это обязательное условие. Также мониторинг и результаты его, когда включаются в процесс принятия решения, и такие предложения мероприятия тоже у нас здесь проработаны, значит, он позволяет принимать более обоснованные решения и эффективнее тратить имеющиеся финансовые ресурсы, потому что повышение квалификации должно быть крайне адресным. И можно очень часто обучаться мыследеятельностным технологиям и прочим педагогическим технологиям, но конкретный навык, не встроенный в технологический процесс, и когда у школы нет технолога, что ли, образовательного процесса соответствующей квалификации, то есть вот эти навыки, они не получат, не дадут отдачи. Это будет напрасно потраченное средство и время. Значит, что касается в завершении, хочу сказать, что касается школ с низкими результатами обучения, сюда попадают школы, находящиеся и в благоприятных и в неблагоприятных условиях, то у них первые два направления, как направления совпадают, отличаются несколько набором мероприятий, но у этих школ добавляется новое направление, это совершенствованные системы администрирования управления школой. Значит, соответственно, что касается работы административно-управленческого аппарата школ и школьных команд, соответственно, вот здесь работа с ними прописана, но что предлагается конкретно для мониторинга, это проводить оценку управленческих компетенций и повышение квалификации адресно по дефицитам компетенций и оценивать не только конкретных руководителей, но управленческие команды, как команды школьные и работать со школьными управленческими командами. И в подтверждение этого вывода есть еще исследование, которое проводилось по Красноярскому краю высшей школы экономики, вот буквально в перспективе двух последних лет, показали очень большую зависимость индекса социального благополучия школы и работу управленческой команды, поэтому мы считаем это очень перспективное направление, и директора тоже обозначали свои проблемы в управлении современной школой. Вот если коротко, то, пожалуй, такие основные моменты ориентироваться на собственные силы и эффективно расходовать ресурсы имеющиеся. Спасибо. Давайте, включайте меня, да? Ага. Все это исчезло. Понимаете, сейчас. Я помню. Я помню. Ну, в завершение, сейчас могу говорить, да? В завершении, ну, по большому счету, вот, последнее выступление, оно обозначает ряд таких дискуссионных идей и подходов, относительно которых, конечно, ну, как бы, нужно оценивание и в порядке, ну, скажем, обозначения некоторых пунктов в будущей дискуссии, я, например, могу отметить, какую вещь, что известно, что интернетовские или IT-способы дистанционного обучения, как правило, эффективно работают только при наличии порогового уровня самоорганизации, планирования дисциплины и мотивации ученика, который пользуется этими средствами. Если же у него соответствующий уровень не достигнут, то, как правило, дистанционные методы оказываются крайне неэффективными в силу несформированности базовых, низших интеллектуальных и волевых функций, и от этого, в общем-то, ну, мы никуда не уйдем. Соответственно, обсуждать идеи, скажем, более широкого использования IT-технологий, конечно, надо в привязке к оценке возможностей возрастных и личностных учеников, и, соответственно, этому думать о том, какие варианты будут проходить более успешно, какие менее успешны. Ну, в этом смысле я здесь в завершении дискуссии просто хотел отметить, что, как вы успели заметить, разные выступающие касались разных аспектов системной работы с этим сегментом образовательных организаций, со школами, и, в общем-то, ну, может быть, не весь, но большая часть спектра методов работы была в ходе нашего вот этого семинара в первом приближении рассмотрена. Конечно же, мы по ходу семинара для себя каждый, наверное, зафиксировал ряд проблемных вопросов и дискуссий. Думаю, что они помогут нам сориентироваться в своей работе в рамках своих, так сказать, планов стратегических, тактических, и думаю, что помогут сформулировать темы следующих семинаров, следующих вебинаров более адресно, учитывая ту большую палитру проблем и вопросов, которые удалось сегодня отметить. Ну, на сегодня мы завершаем наш вебинар. Я хочу поблагодарить всех выступающих, выразить им благодарность за энергетику и смелость в презентациях, которые вы сделали. Конечно же, несогласие с частью выступлений тезисов есть, и это нормально, и я думаю, что вы не будете это воспринимать как катастрофу. Я надеюсь, что мы и дальше будем встречаться как в очном, так и в вебинарском режиме. Большое вам спасибо.